Продолжение следует... ...и Александра Гусева. Именно они в сентябре 1972 года скрестили клюшки в легендарной суперсерии сборных СССР и канадских профессионалов. А также непосредственных участников подготовки и проведения серии. Олега Белаковского и Алана Иголсона, Анатолия Сеглина и Теда Блэкмана, Владимира Писаревского и Брюса Долбигина, Кирилла Ватца и Брайана Канахера, Виктора Охоточкина и Александра Брусованского, Леонида Трахтенберга и Михаила Савина, Елену Попрову и Нину Шаборкину, Леонида Кравченко и Александра Ильиных. И преданных советских болельщиков. Тех, кто вместе с десятками миллионов любителей хоккея следил за матчами. Михаила Горбачева и Александра Яковлева, Георгия Арбатова и Андрея Брежнева, Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и Александра Селиванова, Алексея Уланова и Льва Лещенко. Александру Пахмутову и Николая Добронравова. А также автора «Золотого кола» Пола Хендерсона в Канаде. Меня зовут Пол Хендерсон и мы будем говорить о хоккейной серии 1972 года, которая стала серией всего столетия. И легендарного вратаря Владислава Третьяка в России. Здравствуйте, я Владислав Третьяк, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Я почти в хоккее 40 лет. Но никогда не забуду эти сентябрьские дни, когда впервые команда Советского Союза вышла на решающий бой против самых лучших канадских профессионалов звезд Канады. Они встретились вновь, чтобы 30 лет спустя поминутно восстановить события хоккейного противостояния, которое для всего мира стало больше, чем хоккей. Казалось бы, ординарный случай. Соревнования двух спортивных команд из двух стран. Но это только на первый взгляд. Потому что мир шел к этой встрече долгие четверть века. После совместной победы над фашизмом, советские и американские солдаты в 1945 году в последний раз пожали друг другу руки и разошлись по своим лагерям на долгие годы. В 1946 году Сталин и сразу за ним Черчилль в знаменитой Фултонской речи провозгласили холодную войну, которая развела бывших союзников по противоборствующим лагерям. Это усугублялось тем фактом, что у Соединенных Штатов Америки, а затем у СССР появилось на вооружении ядерное оружие. И мир встал на грань реальной войны. На нас возложена огромная ответственность. Мы благодарим Бога, что она возложена на нас, а не на наших врагов. И мы молимся, чтобы Он вел нас, чтобы мы использовали бомбу, как угодно ему, в его целях. Мир был поделен на две части. А по границе был возведен железный занавес, символом которого стала Берлинская стена. От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике опустился над европейским континентом железный занавес, констатировал Черчилль. С этого момента принято отсчитывать начало Холодной войны. Но прежде чем разгорелась Холодная война в спорте, произошла своя встреча на Эльбе. В 1945 году, после окончания мировой войны, футбольная команда «Динамо» совершила турне по Великобритании. Серия завершилась победой советской команды и, как оказалось, сыграла немалую роль в истории советского хоккея, говорит Всеволод Бобров. Когда начинаешь вспоминать развитие нашего хоккея, невольно вспоминаешь выезд московской команды «Динамо» в Англию, где впервые состоялись интереснейшие игры по футболу. И именно там мы впервые увидели канадский хоккей. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат страны по хоккею с шайбой. Победителем стала команда московского «Динамо». Вскоре у советской сборной по хоккею состоялся дебют на чемпионате мира среди любителей. И первый блин не оказался комом. Ко всеобщему удивлению, сборная СССР в 1952 году в Стокгольме стала чемпионом мира. Как раз в этом успешном для советского хоккея 1952 году произошло еще одно приятное событие. Но пока в масштабе одной простой советской семьи. Появился на свет мальчик, которого назвали Владик. Я родился в семье военнослужащего. Папа у меня был кадровым офицером, военный летчик. А мама у меня работала преподавательной физической культуры и спорта в школе. Была классным руководителем. Моя мама играла в русский хоккей. И поэтому, конечно, в семье у меня еще был брат. И в нашей семье, конечно, все любили спорт. Папа любил больше физкультуру и занимался физической культурой. А мама, и, конечно, я и брат очень любили все виды спортивные. Ну, особенно, конечно, мы больше всех любили хоккей и конкобежный спорт, фигурное катание. В то же время идеологические машины по обе стороны океана наращивали свои обороты. В Соединенных Штатах Америки борьба маккартистов с проявлениями коммунизма была менее кровавой, но тем не менее беспощадной. И здесь слагали свои головы безвинные жертвы, такие, как семья Розенбергов. Но жизнь простых граждан развивалась своим чередом, подчиняясь, естественно, политическим и экономическим законам своих государств. Минимальная оплата труда хоккеиста в НХЛ на тот момент была 7 тысяч долларов. И никаких переговоров на эту тему не велось. Когда я пришел в НХЛ, мне дали именно эти 7 тысяч долларов. И я смог купить себе автомобиль «Понтиак» 1965 года, что, в общем, для меня было довольно большим событием. А потом, 9 месяцев спустя, я продал его на 400 долларов дороже, чем купил. Я жил в семье военнослужащего. Естественно, тогда летчики получали нормальные деньги. И, в общем-то, не бедно мы жили, но мы жили в общей квартире в Москве. На улице Кусинены, на Хорошевке. Наш дом был полностью военным. И, естественно, мы болели все за команды ЦСКА. А с нами еще жили два летчика. У нас в квартире жили три семьи. В общем-то, это было общежитие, как и все москвичи жили в то время. Американцы тоже испытывали на себе все тяготы коммунальной жизни. Но исключительно в учебной обстановке. Страх атомной войны буквально пропитал все общество по обе стороны океана. Простые американцы строили бомбоубежища. Отрабатывали действия при внезапной ядерной атаке. Учились выживать в условиях атомной катастрофы. И каждое правительство уверяло своих граждан, что угрозы исходят от противостоящей стороны. Я держу микрофильм, на котором секретные документы государственного департамента. Эти документы были извлечены коммунистами из Госдепа более десяти лет назад. Они были сотрудниками этого министерства и были заинтересованы, чтобы эти документы были переправлены в Советский Союз, чьи интересы противоречили интересам Соединенных Штатов. Через 20 лет Ричард Никсон станет президентом Америки и внесет свой неоценимый вклад в возобновление диалога между двумя сверхдержавами. Ну а пока Никсон яростный антикоммунист, а всю Америку захлестнули бесконечные митинги протеста против коммунистов, разжигающих гонку вооружения. А по эту сторону железного занавеса происходило приблизительно то же самое, но с более жестокими последствиями. Пособниками империалистов объявлялись в зависимости от политической конъюнктуры то евреи, то безродные космополиты, то поэты и писатели, то диссиденты, например, Сахаров. Правда, с приходом хрущевской оттепели, расстрелы и гулаги сменились на ссылки, психушки, высылку за границу. Но суть политической системы оставалась неизменной. Мне дали задание проверять ногти, кто приходит в школу, чтобы у моих сверстников ни у кого не были грязные ногти и длинные ногти. Вот почему-то такое задание мне дали. Я помню, стоял и проверял. К тому времени будущий хоккейный соперник Третьяка, старше его на 9 лет, был уже вполне зрелым молодым человеком. В то время я встречался со своей будущей женой, с той самой женщиной, которая сейчас является моей женой. И мы много говорили, мы много обсуждали наше будущее. И немножко я волновался за то, что ожидает нас в дальнейшем, потому что это было рискованно, посвятить свою судьбу хоккею. Но я решил, что если через два года у меня ничего не получится, я уйду. Потом, когда я стал постарше, значит, уже стал пионером, вот я очень переживал, что в первых рядах меня не выбрали в пионеры, я вообще спать не мог. Ну, как же так? Людям уже дали, значит, галстук одеть, а мне нет. И, в общем, было очень неприятно. Ни американских фильмов, ни западной музыки, ни джаза, ни секса в стране не было. До 1952 года СССР не принимал участия даже в Олимпийском движении. Большой театр и советский цирк впервые выехали на гастроли только после смерти Сталина. При этом пропаганда обеих держав уверяла свои народы в полном и безоговорочном преимуществе как образа жизни в целом, так и каждого его составляющего в частности. Советский Союз был для нас настоящим врагом. Мы испытывали настоящий страх, потому что это были те люди, которые захватили Венгрию, Чехословакию. Мы боялись ядерной войны. Для нас это были большие страшные медведи, и поэтому мы испытывали определенный страх. Все, что касалось русских, было связано со страхом. Это было противостояние нашей системы против их системы, свободы против тирании, поэтому мы испытывали этот страх. И даже враждебность. Да. Политически я был очень подкован. Я очень интересовался всеми вещами, которые происходили в то время. И советские мне очень не нравились в этом отношении. Мы их ненавидели. Они были очень нещепетильны. Они могли сделать все, что угодно, лишь бы добиться успеха. Мы не доверяли им. Это было нехорошо. Я вовсе не хочу сказать, и никто не сможет это сказать, что не существует опасности. Конечно, существует риск, если мы потеряем бдительность. Но мы не должны быть истеричны. Мы должны быть бдительными, быть американцами. Мы можем встать и гордо держа голову сказать, Америка – самая великая сила, которой Бог позволил существовать в его мире. Являясь таковыми, мы поведем за собой мир к безопасному и справедливому существованию. И я уверяю вас, мы это можем. Спортивные поля также стали ареной идеологической битвы двух супертяжеловесов. И может быть, по этой причине советским спортсменам, отгороженным от всего мира железным занавесом, редко удавалось встретиться в вочной борьбе со своими западными коллегами. При этом их победы воспринимались как торжество идей социализма, а проигрыши – сознательной диверсии против социалистического строя, заканчивающиеся разгоном команды, лишением пораженцев всех званий и привилегий. Первая Олимпиада, по-моему, ЦДК-то называлась, ЦСКА, команда, проиграла футбол и распустили все. Команду разогнали. А потом стали спокойнее относиться. Это кадры довоенного парада на Красной площади. Но и после войны жизнь советской страны протекала под лозунгом «Если завтра война». И народ, реально переживший великую военную трагедию, жил с одной только мыслью – лишь бы не было войны. Ради этого люди готовы были терпеть все лишения и несправедливости. Но угроза войны вносила в жизнь простых граждан одно неоспоримое положительное качество. Нации прививали физическую культуру, людей в массовом порядке приобщали к спорту. Один раз моя мама пришла из-за школы и говорит, ты знаешь, ты не хочешь поехать поплавать с нами? У нас сегодня урок физкультуры, ну, в урок физкультуры входит плавание. Пришли два хоккеиста, которые действительно, вот это все проходило ЦСКА, которые пришли с тренировки и которые пришли с хоккейной формой. Стали хвастаться, показывать вот эту майку ЦСКА, вот эти краги, щитки, там все-все. Все атрибуты хоккейного игрока. Я увидел, я просто был поражен. Я говорю, мама, я такую форму хочу, посмотри, какая красивая. Я просто заразился. Она говорит, ну, давай пойдем, сейчас узнаем. Может, в секцию себе записать по хоккею. В то время я играл за юниорскую команду Гамильтона, и Детройт Рэд Вингс предложили мне сыграть в своих рядах. И для меня это был большой шанс. А поскольку у некоторых из их игроков, у них возникли проблемы, у одного игрока умер отец, а у другого была травма. И я стал играть в Торонто против команды Торонто Мэйпл Ливз. А у меня был всего один выход на площадку в первой игре. И отец мне перед игрой сказал, ты должен произвести на них впечатление. Поэтому я перепрыгнул через бортик, и через 6 секунд началась драка, в которой я участвовал. С Дики Даффом. Потому что мне хотелось всем показать, кто такой пришел на лед, чтобы все запомнили. И у меня было 7 минут долений за эту игру. Пока Хендерсон дрался на льду, в 1964 году в СССР закончилась хрущевская оттепель. И на долгие годы страна Советов погрузилась в эпоху брежневского застоя. Брежнев, у которого не было особенно твердых позиций по многим вопросам политики, и к тому моменту, что он пришел к власти, вот одна позиция у него образовалась. Что его миссия – это обеспечить мир. И он об этом часто говорил. Вот, говорит, я встречаюсь, бываю на заводе. Вот, говорит, встречаюсь с людьми, они с жалобами, то плохо, это плохо. Потом обязательно какая-нибудь обычная, говорит, женщина встает, говорит, Леонид Игоревич, да, вы знаете, жалоб у нас много, но вы не обращайте внимания. Вы, главное, сделайте так, чтобы войны не было. Опасность атомной катастрофы существовала вполне реально. Две сверхдержавы, обладающие оружием огромной разрушительной силы и бесконечно его наращивающие, постоянно балансировали на грани ядерной войны. Народы помнили Хиросиму и Нагасаки. Весь ужас и последствия применения даже небольшой атомной бомбы. С 1953 года СССР и США имели на вооружении уже водородные бомбы, в тысячи раз превышающие по мощности своих предшественников. Противостояние напрямую отражалось на спорте. В 1957 году чемпионат мира по хоккею впервые прошел в Москве. Бойкотируя политику СССР, на этот чемпионат не приехали серьезные противники советских хоккеистов, сборная Соединенных Штатов Америки и сборная Канады. К этому чемпионату в столице был построен дворец спорта Лужники. Но наша команда финишировала второй, уступив нашим постоянным соперникам, шведам. Эта неудача была расценена как международный позор. После провала главным тренером сборной команды вместо Аркадия Чернышева был назначен Анатолий Тарасов. Тем временем атомное оружие стало расползаться по всему миру, все ближе и ближе подбираясь к границам СССР и США. Но, как известно, жизнь состоит не только из глобальных катаклизмов. Параллельно происходили маленькие, незначительные, никому не заметные события, которые впоследствии повлияли на историю хоккея. Когда я уже стал играть и заниматься в детской спортивной школе, то я же сначала был нападающим, месяца два ходил, мне все ноги перебили, формы не давали. Я подошел к вратарю, к тренеру и спрашиваю, дайте мне форму. Он говорит, ты знаешь, твой год еще через два года будет выступать на первенстве Москвы, поэтому форму мы тебе не дадим, потому что мы не знаем, что из тебя получится еще. Кстати, есть вратарская форма. Вот у нас вратарем никто не хочет быть, ты и как к этому относишься? Я говорю, ну мне все равно, лишь бы форма была, дайте мне форму. Я взял эту вратарскую форму, стал гонять в нападение, а мне ребята говорят, ты что, одел вратарскую форму, давай вставай в ворот. В то время, как Третьяк делал свои первые шаги в спорте, Хендерсон стал уже профессиональным спортсменом. Я помню, как мы играли в Чикаго против Чикаго Блэк Хоукс. Глен Холл стоял в воротах, Парк Макдоналдс находился на левом крыле, я играл на правом, и в центре Пит Мартин. Оба моих партнера ассистировали мне в этом голе, когда я двигался по правому крылу. Шайба пролетела около 25 футов, потом попала ко мне, я бросил и попал в ворота. Я помню это до сих пор. А в политике тучи все больше сгущались, и все шло к серьезному конфликту, названному впоследствии Карибским кризисом. Американцы разместили свои ракеты с ядерными боеголовками в Турции, Советы тайно завезли свои на Кубу. США требовали убрать ракеты с острова и организовали его блокаду, грозя начать интервенцию. Со своей стороны Хрущев отказывался признать очевидный факт и решил применить все имеющиеся средства для защиты Кубы от американской агрессии. Возникла ситуация, когда судьба всего человечества зависела от случая, от приказов командира подводной лодки, командира корабля или пилота ВВС. Весь мир замер. Постепенно страх стал переходить в панический ужас. Хоккей не оставался в стороне. В 1962 году чемпионат мира по хоккею проходил в Соединенных Штатах Америки. По итогам предыдущего чемпионата в Америку должны были поехать хоккеисты ГДР. Однако Госдепартамент США, не признавая ГДР, не выдал хоккеистам этой страны въездных виз. Байкотируя политику США, на чемпионат не поехали ни сборная СССР, ни сборная Чехословакии. С такими малоутешительными результатами в политике и спорте мир пришел в 1972 год. В этом году, впервые после войны, американский президент приезжал в СССР с тем, чтобы сесть за стол переговоров и решить глобальные проблемы разоружения и мирного сосуществования. Этой встрече предшествовали долгие обсуждения и согласования на всех уровнях и во всех сферах. Поэтому, когда готовилась встреча с президентами Соединенных Штатов, туда приезжал Киссинджер. Я знаю, по замечаниям отца и других людей, что Леонид Ильич очень плотно с ним поработал и укатал его на этой охоте по полной. Поэтому встречи прошли очень хорошо. В результате переговоров были подписаны важнейшие краеугольные документы и прежде всего соглашения о сокращении стратегических ядерных вооружений и основы взаимоотношений между СССР и США. В 1972 году в Москву приезжал и молодой лидер из Ирака Саддам Хусейн. Но это так, к слову. Первая встреча прошла успешно. Никто казался не таким, не такой зловещей фигурой, какой он казался тогда, когда приезжал на выставку. Удалось договориться, правда, в последний момент. Точки над И были расставлены в договоре о сокращении, об ограничении стратегических вооружений и о договоре ПОПРО уже в самолете. Начиналась нормальная жизнь. Вот холодная война сделала всю жизнь ненормальной. А вот тут первые трещины в льдах холодной войны они начали приводить к чему? Жизнь становилась все более нормальной. Можно было и поехать. Можно было увидеть американца. Можно было увидеть американский фильм. Трупа какая-то приезжала. Команда приезжала спортивно. Можно сказать, что после встречи в верхах человечество слегка перевело дух. Это позволило заговорить спортсменам о столь желанной встрече двух хоккейных школ. Понимая, что худой мир лучше доброй ссоры, человечество стремилось к миру. Олимпийские игры 1972 года в немецком Мюнхене, в стране, породившей фашизм, должны были стать символом забвения ужасов мировой войны и дружбы между народами. Однако политика и война вновь попытались разрушить хрупкую идиллию мирных состязаний. А вот утром просыпаемся, значит, вот все, никто не спит, вокруг, значит, деревьев тысячи людей. Тысячи людей? Эти выходят, эти террористы, у них такие чулки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Они с автоматами стоят. И потом ведут этого судью гонконгцеву, его отпустили, он бедный от страха. Это уже ужас. Вот. Потом... Танки стоят вообще вот везде. Как спектакль какой-то. Сейчас мы уже видим каждый вечер. Сейчас мы уже видим это вот, а тогда это было... И нас расстреляли команду израильскую несчастную. Причем там был один 16-летний мальчик, борец, который, мы его знали, он все время бегал к нам в деревню. У нас просто был знакомый человек, которого там вот расстреляли. Палестинские террористы из группы Черный Сентябрь захватили в заложники спортивную делегацию Израиля. После неудачной попытки их освобождения все спортсмены были уничтожены арабами. Мы внесли свой вклад в рождение терроризма. Не потому, что мы хотели терроризм, мы всегда были против терроризма. Было у нас и военное обучение арабов. Террора не было, но военное обучение было. Понимаете, оружие давать, что значит оружие давать? С оружием обязательно идут советники, инструкторы, которые учат этим оружием владеть. Потом советники, которые военному искусству. А так ты постепенно втягиваешься. Спорт как война. Кто-то выигрывает, а кто-то и проигрывает. Но в войне проиграть страшно, а в спорте не так страшно. Мы понимали, что это будут не выставочные матчи. Что это все примет политическую окраску. И что это будет система против системы. Политика и спорт, они были связаны. Особенно это придавалось большое значение. Всегда нашими политическими кругами. Вот то, что происходит в спортивном мире, как-то это связывалось, безусловно. Все это трансформировалось. Какие-то идеологии. Все это переплеталось в единый узел. Для меня не было никакой проблемы в том, чтобы играть с русскими. Это они не хотели играть с профессионалами. Потому что они считали, что их игроки не должны играть с профессионалами. Они таким образом использовали спорт в качестве пропаганды, для того, чтобы рекламировать свой режим. А мне играть с ними было нетрудно. Вот так советские идеологи представляли западный профессиональный спорт. А наши спортивные победы были необходимы системе, как некие доказательства превосходства над противником во всех смыслах этого слова. Мы все были под магией влияния коммунистической партии здесь. Естественно, мы все поддерживали. Потому что мы сами не разбирались, правда это было или нет. Потому что мы не имели ни интернетов, ни доступа к правдивой информации. Поэтому то, что писалось правде, мы считали, что это правда. Поэтому так мы были воспитаны. Естественно, мы поддерживали политику партии своей. Думали, что это самая правильная партия. что это самая правильная политика, не разбираясь в этом. Большинство игроков были членами партии, а в то время партии шутить было нельзя, если что, такой сразу партбилет на стол, невыездной, поэтому боязнь была, боязнь была, и получить выигры по консомольской линии, по партийной линии, потому что тут же становятся невыездным. А если ты невыездной, значит, все, это... без денег просто остаешься, все, потому что на ту зарплату, которую получали, особенно так хорошо здесь не проживешь. А вот поездки эти все, товарищеские игры, потом чемпионаты мира, они как-то под спорьем большим были. Люди верили, что если у нас такой замечательный спорт, значит, у нас и страна замечательная, значит, и живем мы правильно. Если мы занимаем первые места или выигрываем на международных аренах, значит, у нас сильная нация. Вот это самое главное. Анатолий Владимирович Тарасов сказал следующее. И в какой-то мере он был прав, говоря про то время. Он говорит, вот почему? Почему мы так выигрываем? Да потому что все за нас болеют, вся страна вообще. Да потому что у нас Гагарин в нападении бегает. Потому что у нас Пахмутово в воротах стоит. Советские сборные, как десантные отряды, совершали глубокие рейды в тыл врага, вызывая победами чувство законной гордости. И особенно было почетно победить на территории врага, в их традиционно сильных видах спорта, прежде всего в баскетболе и хоккее. Советские баскетболисты выполнили свою миссию, впервые выиграв финальный матч олимпийского турнира в Мюнхене у сборной Соединенных Штатов. Тяжелое поражение на своем поле. В этом же году американец Роберт Фишер разгромил Бориса Спаскова. Шахматная корона, уже привычно в течение десятилетий, переходящая от одного советского спортсмена к другому, уплыла за океан. Если я проигрывал партию, я обычно плакал. Причем плакал, как говорится, досыта. Нужно обязательно наплакаться. Все это прочувствовать. Но партийные функционеры понимали, что Москва слезам не верит. Я помню, когда мы готовили как бы, ну, своеобразным образом, вот, Спаскова на игру с этим, ну, с Фишером, я получил тогда указание, значит, вот, такое сверху, выделить какую-то, какую-нибудь дачу, на Кавказе отдельную, и там его кормить, там, все, что было хорошо для тренера его, и так далее, и так далее, вот, для, в случае, или нет, подготовки, Спаскова, для подготовки. Вот это был единственный случай, когда власть пошла на какие-то материальные затраты. В 1972 году сезон для нашей сборной начался традиционно удачно. Ведомые Тарасовым и Чернышевым, наши хоккеисты завоевали олимпийские медали высшей пробы. В этом же году предстояло играть на чемпионате мира в Праге, в стране, где, мягко говоря, к СССР относились совсем недружелюбно, пометуя о подавлении танками пражской весны. Ведь раны, нанесенные советскими танками чехословацкому народу, еще не зажили. И тут начались вещи не совсем понятные. Легендарные тренеры Тарасов и Чернышев покидают свой пост тренеров сборной. Говорили, что после Олимпиады они обиделись, что их вклад в спорт был недостаточно оценен. В Японии был Олимпийский чемпионат Игр. Получилось так, что мы там выиграли Олимпиаду. И когда началось награждение, там подавать листки о награждении орденами и медалями в партии, в руководство наше, то вписано было Тарасову и Чернышеву орден Трудного Красного Знамени. Они, значит, возникли. Почему, значит, Кулаковой орден Ленина, введение на орден Ленина, а нам, мы выиграем столько лет. И, значит, Тарасов говорит, я первенство мира должно быть в этом году проходить в Праге. И они отказались от сборной. Ходили слухи, что это был их тактический ход. По расчете на то, что советская сборная проиграет без их руководства чемпионат мира, их обратно с почетом призовут на царствование в советском хоккее как незаменимых. Тарасов говорит, а вы нам, тренерам, не платите за работу со сборной. А может, и платили, я не знаю, может, мало. А ему говорят, не хочешь работать, до свидания. Так или иначе, во главе нашей хоккейной дружины встали Бобров и Пучков. И советская сборная после 10 лет беспроигрышной серии сдала чемпионское звание именно чехам. Тарасов, да, он стучал по борту, шумел, вот так вот носился. Села у меня, как сядет на стул у бортика и тихо, спокойно, только в таком каком-то моменте, когда он очень нервничает или проигрывая, или выигрывая, он только поднимался и делал свой традиционный жест, вот так вот штаны подтягивал. Меня всегда говорили, ну что он забыл у тебя, ремень что ли одеть. А это было такое вот нервное состояние, нервный тик. Возможно, что во время встречи Никсона и Брежнева у Анатолия Владимировича Тарасова появилась надежда осуществить свою давнюю мечту, помериться силами с осчитавшимися в то время лучшими хоккеистами мира, канадскими профессионалами. В то время вообще только шли разговоры, что нужны эти встречи, что вот хотелось бы, чтобы сыграть, так что это очень интересная встреча будет, вот так и так, и так далее. Но к этим матчам я специально не готовился, и мы не знали, в принципе, против кого мы будем играть. но до решения этого вопроса предстояло еще пройти тернистый путь сомнений, косности и боязни политического позора. Главным противника. Главным противником этих встреч была политика. Даже не люди, которые там ее олицетворяли, а они лишь выражали. вот если вы гарантируете победу, откровенно нам говорили, то, конечно, давайте. Но смотрите, значит, если вы там кончите все это дело позором, а позором считалось поражение в спорте, это уже, это не просто поражение, это международный позор. Внуку Леонида Ильича Брежнева было тогда три года. Но по всей вероятности хоккейная тема в семье генерального секретаря ЦК КПСС велась как до, так и после знаменитой серии 1972 года. Он не был инициатором. Потому как, ну была система, она должна работать. Если, он прекрасно понимал, что если ты не подстроен, как бы, не будешь сам подстраиваться под эту систему, система тебя сломает. Потому что помимо Леонида Ильича была такая фигура, как Суслов, который просто был, я не знаю, гениальный идеолог. И против него как-то идти никто не решался. Суслов был против. Говоря, что проигрывать нам еще в этой международной обстановке нельзя. Ни в коем случае это послужит дополнительным таким, вроде как бы, аргументом против нас и в политике. Ко мне пришли от Озерова Николая Николаевича. Он уже побывал на хоккейных встречах, очень зажегся вот такого рода встречами, ну, буквально заболел. Потом он сагитировал Тарасова прямо вот тоже пойти в ЦК. А как вы помните, Озеров был таким мягким, покладистым, он скорее нажимал на убеждение. А Тарасов был такого танкообразного вида человек. Он с нажимом, с твердостью. Мы выиграем. То есть у него сомнений не было. У Тарасова была мечта сыграть с канадцами. Он бредил этим. Он первый их вызывал на поединок и доказывал, что наш хоккей лучше, нас сильнее. Журналисты и профессионалы хоккея с той и другой стороны выступали по-разному. С нашей стороны Тарасов и многие хоккеистами хотели все-таки попробовать себя и посмотреть, что же за профессионалы и как мы будем выглядеть на фоне профессиональной команды вот этих игр. Многие журналисты писали, что зачем вам вообще это надо? Вы тут чемпионы мира, живете хорошо, все вас уважают, любят, в стране, в Европе, среди мирового хоккея. А канадцы, вдруг мы проиграем все восемь матчей, кто на вас будет тогда здесь ходить в Москве и вообще в Европе хоккей упадет очень сильно, потому что популярность сразу же упадет. Национальная команда Канады была создана в 1969 году. Идея заключалась в том, чтобы лучшие канадские игроки могли представлять нашу страну на международном уровне. И с тех пор я начал ездить с этой командой на чемпионаты мира. В 1969 году я встретился с Андреем Старовойтовым и с другими тренерами и потом так продолжалось до 1772 года. Доподлинно известно, что Тарасов был убежден в нашей победе. Здесь во многом, конечно, личность Андрея Владимировича была во многом определяющей. То, что он на всех уровнях использовал свой огромный авторитет, всячески убеждал наших руководителей, наших хоккейных общественных, что такие встречи нужны, возможны, и ничего кроме пользы они не принесут, в этом, конечно, огромная заслуга. К подготовке советских спортсменов к этим матчам подход был самый серьезный, если не сказать научный. Но и про изучение тактики в игре противника не забывали. Профессионалов мы видели, как сборная команды Советского Союза традиционно каждый год, начиная с 1962 года, каждый год под Новый год и на Новый год уезжала в Канаду или в Америку для встреч с клубными командами Канады и Америки. в этих играх принимали участие профессионалы, но бывшие профессионалы, то есть те люди, которые уже закончили играть, и они где-то с нами в разных командах встречались, поэтому я относился спокойно, потому что уже на себе почувствовал вот эту силу этих игроков. Подготовка нашей команды началась с тщательного медицинского обследования, потом мы очень упорно тренировались, очень упорно, играли товарищеские игры, играли двусторонние игры, команда подготовлена была к этим играм очень хорошо. Ну, то, что Тарасов естественно в душе переживал и хотел возглавлять ту сборную, которая впервые российская сборная советская, впервые встречалась с Канадским профессионалом, это, на мой взгляд, так сказать, отрицать нельзя, он хотел, и положено было-то ему этим заниматься. И он пришел к Сергею Павловичу Павлову, министра спорта, и сказал, что он готов даже третьим тренером работать в этой компании с Бобровым и Пучковым. На что Павлов сказал, что я должен посоветоваться, естественно, Всеволод Михайловичем. Всеволод Михайлович был человек с чувством юмора, с чувством достоинства. Отношения с Тарасовым у них всегда были сложные. И Бобров на предложение, которое передал ему Сергей Павлов, что, дескать, Анатолий Владимирович готов был третьим тренером выступить в этой компании, ответил довольно-таки лаконично и убедительно. Он сказал, Сергей Павлович, вы понимаете, сейчас у нас даже водку на троих никто не пьет, на двоих, а вы хотите, чтобы мы втроем хоккейную сборную тренировали? Надо отдать должное и Аркадию Ивановичу, и Антолу Владимировичу. Они были с командой, они все время консультировали и Всеволод Михайловичу Боброву, и Борис Павловичу Кулагин. То есть, это были единомышленники. Союзный институт, который по сумме самых разных технических действий, в том числе, замеряли игроков возможности каждого из тех, кто славу и гордость нашей сборной составлял с ними. Ну, и, как тогда говорили, наш коллективизм, наша скорость, умение играть в пас, да, мы проиграем бросывание, мы проиграем мощь в силовых приемах, да, вратари явно в них сильнее, мы еще не понимали, какой великий вратарь уже у нас есть, вот, и многое другое. Вот, сопоставляли, складывали, и так получалось, что мы, в общем, гарантированы уж процентов на 70, вот, то, что мы выглядим, будем прилично, это есть у нас. Да, я абсолютно был уверен в том, что мы должны выиграть все 8 игр. Русские не могли выиграть ни одной игры, в этом не возникало вопроса, для нас это была просто прогулка в парк. Я немножко стал бояться, я думал, не разыграют ли националистические страсти из-за этого, вот, и даже шутя там, трудов не с предложением, говорю, знаете, господин премьер-министр, давайте создадим две команды пополам, из русских и канадцев, одну команда номер один, одну команда номер два, но можно какие-то условные названия дать, и тогда пусть бьют друг друга, лопят, пусть делают, что хотят, политики не коснется. Он рассмеялся, говорит, не, мы потеряем, потеряем зрителя, это будет неинтересно. За команду номер два болеть я не буду, говорит, и за команду номер один не буду. Окончательное до встречи хоккейных держав было сказано во время визита Косыгина в Канаду. Официальный визит был Косыгина в 72-м году, и вот подготовил к этому визиту Косыгин тоже склонялся к тому, что это может помочь, может и не помочь, как бы, но уж испортить сильно все равно не может. А вот в случае частичного успеха хотя бы одного выигрыша и таким образом ну как бы будет поколеблено вот это вот безусловно чувство победы и торжества канадского хоккея это играло свою определенную определенную роль. И тем не менее, и тем не менее, вот шаг за шагом, шаг за шагом, в конце концов Политбюро приняло решение Политбюро о том, что можно вот попробовать. Но властей хватило ума не поломать, не разрушить эту идею, а поддержать. Ну, наверное, потому, что еще Леонид Ильич Брежнев очень любил хоккей. Он мог и заседание Политбюро перенести, если сильная встреча. Это сыграло свою роль. Канадцы тоже, как могли, готовились к этой встрече. Когда приезжали скауты канадские смотреть две игры, они смотрели в Ленинграде и Москве, поскольку я их сопровожал, я все это видел своими глазами. Ребята играли так, что вообще, честно говоря, возникал вопрос, куда они едут и стоит ли ехать туда вообще. На самом деле, как потом выяснилось, Бобров с Кулагином давали такую установку не раскрываться. Владик вообще в двух играх пропустил столько голов, что они написали в своем отчете, они его показывали, эти скауты, что все здорово, так, игроки средние, вратаря вообще у них нет. Но объяснили им так, что Владик только что женился, поэтому отмечал это событие и поэтому так, неважно выглядел. Это все была тренерская установка. Как оказалось впоследствии, состоявшаяся накануне свадьба третьяка сыграла не последнюю роль в судьбе всей серии. Владик пропустил там 8 или 9 шайб, что ли. Они сразу, в общем-то, делать нечего, вратарь, дырка там, пустое место, защитники спиной кататься не умеют, и бросать от синили, не умеют, нападающие только пасуют перед воротами, не бросают абсолютно. Ну, в общем, лейтмотив вот такой был, что там нормально все будет, все 8 игр выиграем, и выиграем легко. Наши скауты ездили в Россию, чтобы отсмотреть русских там. Они видели три игры за три дня, и две из этих игр были после свадьбы третьяка. И они сообщили нам по своему возвращению, что этот вратарь не сможет отбить даже воздушный шарик, но он отбил все. Я представлял свою страну, и я был очень горд этим. поняли, что мы оказались в чем-то таком, в центре чего-то такого, чего мы не ожидали. Я думаю, что русские игроки испытывали то же чувство. Это было противостояние двух стран, каждая из которых хотела доказать, что ее система была лучше. Мы оказались, в нескольких словах, можно сказать, мы оказались на войне. Это была война. Это была не просто хоккейная серия. Это было что-то больше, чем хоккей. Мы поняли, что мы оказались в середине чего-то, чего спортсмены не очень хотели. И это была борьба между двумя странами, которые доказывали свою систему. Наши ребята были плохо подготовлены, потому что они на самом деле считали, что они самые великие, и что у них нет никаких причин подозревать, что русские окажутся настолько хороши, насколько они оказались. И тренеры не очень-то на наших ребят давили, поэтому они оказались не в форме. Со мной связались и сообщили, что будет серия против русских, состоящая из восьми игр, и что им надо 35 игроков. А поскольку было лето, обычно команда состояла из 20-25 парней, но в этот раз им надо было больше, чтобы больше парней приехало в тренировочный лагерь. Я думаю, если бы дело остановилось на 20 игроках, то я бы, наверное, не попал в эту команду, но когда речь зашла о 35, я чувствовал, что у меня есть шанс попасть в основной состав и показать всем, на что я способен. Потому что я на тот момент был лучшим, как я считал, игроком на левом крыле в лиге, и я думал, что я это докажу, что я смогу играть в этой атмосфере. Наши скауты вернулись из России с очень оптимистическими докладами. Они приехали из Москвы и сказали, что не беспокойтесь, это будут очень легкие игры. Мы видели, как они играют, и ничего серьезного они собой не представляют. Но, как выяснилось, позже наши скауты смотрели игру 3К после того, как он отпраздновал свою свадьбу. И, к сожалению, скауты не вернулись после этого в Россию и не посмотрели русских еще раз. И я думаю, что нам надо было, конечно, готовиться серьезнее, потому что русские уже были знамениты своими победами на Олимпийских играх, и это означало что-то серьезное. И я русских до этого, кроме их побед на Олимпийских играх, я о них ничего не знал. Поэтому перед игрой я стоял перед отелем и сказал Фрэнку Моховличу, Фрэнк, я испытываю какой-то странный страх, не понимаю, почему, но чувствую, что есть чего бояться. Никогда не играл против русских, не знаю, что они собой представляют, у нас никакого видео нет. Я не знаю, чего ждать. Просто не знаю. Я был абсолютно уверен в нашем конечном успехе. Вся история канадского хоккея говорила о том, что мы самые великие. Поэтому мы должны были победить русских, и вряд ли бы они смогли выиграть у нас хотя бы одну игру. тем не менее, несмотря на все эти настроения, мы испытывали некоторые волнения, потому что мы собирались играть за свою страну, представлять Канаду, и патриотическое ощущение было тоже важным. Быть частью всего этого было для меня важным. Я имею в виду, я даже не подозревал, чем все это в итоге закончится. И потом мы приехали в Торонто, и я вам должен сказать, что мы не очень-то усердно там тренировались. Вернее, мы вообще, наверное, там не тренировались, поскольку у меня было такое ощущение, ну, что ж, хочется сыграть, давайте сыграем. Я не очень-то волновался на эту тему, тем более, у меня был серьезный перевес, я, кажется, весил килограмм сто на тот момент. В то время, как обычно, я играю, моя игровая форма это 93 килограмма, поэтому получается, что я играл с перевесом лишних 7 килограмм. Но люди говорили, что это был лучший хоккей, который я показал за всю свою карьеру. Поэтому, я думаю, это доказывает ту мысль, что если ты готов психологически играть, это гораздо важнее, чем физическая подготовка. Когда нас провожали в Москве, значит, нас пригласили в Шестеральный Комитет партии, если память не изменяет, Михаил Васильевич Зимянец, секретарь ЦК, в то время вел вопросы спорта. Всю делегацию пригласили, сказали, что вас ожидают очень серьезные четыре матча, завтра улетаете в Канаде. У нас только одна просьба. Постарайтесь много не проигрывать. Мы понимаем, что выиграть будет архи сложно, но постарайтесь сделать так, чтобы не проигрывать с большим счетом. Вот было на пусте. То есть, все было сказано очень просто. И это примерно отражало уровень общего понимания, кто находится где перед этими играми. Поэтому, конечно, ребята ехали, с одной стороны, значит, они переживали, волновались, но с другой стороны, они понимали, что у них есть шанс. Молча провожали. Куда вы едете? Господи, перекрестили. Смотри, там, осторожней. И вот сборная СССР по хоккею, команда русских богатырей, гладиаторов, лучших из лучших, летела в неизвестность, в глубокий тыл идеологического врага с единственной целью. Как говорят на Руси, хотя бы не ударить лицом в грязь. Студия Вертов и компания представляют участников фильма, чьи имена навечно вписаны в историю мирового хоккея. Александра Якушева и Фила Эспозита. Бориса Михайлова и Ивана Курнайе. Владимира Петрова и Фрэнка Махоулича. Валерия Васильева и Сержа Савара. Александра Мальцева и Рона Элиса. Виктора Кузькина и Евгения Зимина. Александра Рагулина и Геннадия Цыганкова. Евгения Мишакова и Александра Гусева. Именно они в сентябре 1972 года скрестили клюшки в легендарной суперсерии сборных СССР и канадских профессионалов. А также непосредственных участников подготовки и проведения серии. Олега Белаковского и Алана Иглсона. Анатолия Сеглина и Теда Блэкмана. Владимира Писаревского и Брюса Долбигина. Кирилла Ватса и Брайана Канахера. Виктора Охоточкина и Александра Брусованского. Леонида Трахтенберга и Михаила Савина. Елену Боброву и Нину Шаборкину. Леонида Кравченко и Александра Ильиных. И преданных советских болельщиков. Тех, кто вместе с десятками миллионов любителей хоккея следил за матчами. Михаила Горбачева и Александра Яковлева. Георгия Арбатова и Андрея Брежнева. Вячеслава Фетисова, Игоря Лорионова и Александра Селиванова. Алексея Уланова и Льва Лещенко. Александру Пахмутову и Николая Добронравова. А также автора золотого гола Пола Хендерсона в Канаде. Меня зовут Пол Хендерсон. До этой первой игры в Монреале я чувствовал себя как лев в клетке. Я просто хотел выскочить на лед и хотел разбить русских на голову. Я хотел доказать им, что лучшие хоккеисты живут в Канаде. И легендарного вратаря Владислава Третьяка в России. И вот наступает часть испытания, часть истины 2 сентября. Мне 20 лет. Я впервые встаю в ворота Советского Союза против знаменитых канадских профессионалов. Они встретились вновь, чтобы 30 лет спустя поминутно восстановить события хоккейного противостояния, которое для всего мира стало больше, чем хоккей. Сентябрь 1972 года. Две хоккейные супердержавы решают выяснить отношения в суперсерии из 8 игр. 4 матча должны были пройти в Канаде и 4 в Москве. В Канаде, в отличие от СССР, встречи будут проходить в 4 разных городах, поскольку Национальная хоккейная лига, помимо спортивных достижений и очередного утверждения своего мирового хоккейного лидерства, ставила своей целью поднять уровень хоккея в провинции, в то время как советским властям было проще контролировать иностранцев в Москве. И к тому же, в отличие от всего Советского Союза, столица была единственным городом образцового социалистического порядка. А пока самолет сборной СССР совершает посадку в Монреале. 30 числа мы туда поехали, полетели, со сборов полетели, нормально. Самолет был один, ИВ-62, он только летал на Северном Америке. Летишь, не знаешь куда и зачем, и думаешь, ведь наваляет нам, разорвут котят. Ну, как прилетели, сразу сели, корреспонденты налетели. Мы не проходили паспортный контроль, хотя у нас там, в общем-то, паспорта, конечно, собрали и проставили все это штампики. К трапу подъехали несколько кадалаков, два автобуса, а мы все войдем, как эти, но канадцы не поймут, куда, чего. Экскорт мотоциклистов нас привезли в центр в Монреале в гостинице, где обычно стилили президентов и первых лиц государства. Была гордость в общем, за себя, за страну, что так, такой прием. Естественно, мы думали, только нам не проиграть, потому что слишком хороший прием. Жили по двое, вот, номера очень хорошие, люксы спили, по две комнаты. А мы вот как пришли вместе, как в ЦСКА, Володька Петров пришел и скрыли советы, я из Локомотива, нас как поселили вместе, мы так и жили. Выпить-то было маленькие такие бутылочки, шкалики, вот, это все, пожалуйста, ну, как мы говорим, шкалики вот эти, вот такие, маленькие, маленькие, но это все в распоряжении нас было, но у нас закон. Ну, такое время было, особенно до июня, не поощряли, да, если ты кружку пива выпьешь, значит, у тебя смотрят после, а если игры, ты выпьешь, ты враг народа, и все. И говорят, ты больше никогда не поедешь, не сборник, не поедешь. Эти канадские парни, кумиры миллионов, с личными миллионными счетами в банках, непобедимые идолы профессионального спорта, привыкли только побеждать. Не собирались изменять себе и на сей раз. Мы знаем большую силу и мощь этих хоккеистов. Мы не знаем силу, силу и силу этих игроков. Нам хотелось, чтобы эти встречи в Канаде и в Москве способствовали дальнейшему контакту между нашими странами в спорте. Мне позвонили из офиса Алана Иглсона и предложили принять участие в этой хоккейной серии против русских. И я, конечно, согласился, потому что мне было очень интересно поиграть против русских на площадке. Они были олимпийскими чемпионами, а у меня никогда не было такого опыта. Это была хорошая возможность выяснить, кто же все-таки лучше в мире. Мы или русские. И очень быстро это стало одним из главных спортивных событий всего лета. Я не говорю, что мы серьезно к этому отнеслись, но это было самым важным событием лета. Вообще, я перед игрой уже за два часа ни с кем не разговариваю, никто меня не трогает. А здесь я вообще не знаю, как его вообще пустили к нам в раздевалку, обычных там даже министров спорта не пускают. Я думаю, Тарасов точно не пустил. Но все, он более такой демократичный. Он говорит, ну пожалуйста. Тем более, такого человека не пустить было невозможно. Это Жак План, великий вратарь Канады. Считается вратарем номер один и сегодня у них. Вот он пришел в раздевалку, он мне стал рисовать. Я, допустим, и экспозитор, что он делает. Иван Курни, как он двигается. Конечно, я не понял, потому что надо английский хорошо говорить, но я понял то, что он мне хотел помочь. Для того, кто увлекается историей мирового хоккея, вопрос, почему первый матч суперсерии игрался именно в Монреале, отпадает сам по себе. В этом городе базировалась самая титулованная команда НХЛ Монреаль Канадиенс, которая к сентябрю 72-го имела в своем активе 17 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Во-вторых, в то время в Монреале располагалась штаб-квартира Национальной хоккейной лиги. Реальность жизни была такова, что русские не позволяли нам, профессионалам, принимать участие в Олимпийских играх. Они не хотели видеть нас на одном льду вместе с собой, потому что они использовали спорт для пропагандирования своего политического режима во всем мире. Им хотелось играть одним. Канадцы относились к нас по небрежениям, как к коммунистам, как к каким-то изгоям, естественно, как к нашей стране враждующей, и такое же отношение к нам было, потому что большинство канадцев живут все в Америке. Канадцы тренировались, мы приехали пораньше. Они сходу щелкают, там борта трещат, там это рубят лед, думаю, ну да, ну под пресс попадем. Бросали шайбу щит, никаких комбинаций не разыгрывались, были бросковые упражнения. Шуточки, прибауточки, так весело тренировались очень. Мы сидим серьезные такие, вот, все-таки интересно, что за команда. Когда мы тренировались, они сидели. Такие все. И хихикали, и смеялись, ой, вот это, да что он делает, да как он бросает. Они-то все в форму с иголочки у них, как принято всегда, вот, а мы там кто в чем, там разные перчатки, разные шлема. Ах, это ерунда, дворовая команда. Русские сваливали все свое снаряжение в одну кучу, а потом каждый выбирал себе то, что ему нравилось. Невероятно. Они смотрели с высока, пренебрежительно на русских неулыбчивых медведей. Наши парни посмеивались над ними, но я говорил, ребята, ребята, мы должны держать ухо востро. Эти парни могут оказаться совсем не такими, как кажутся. Но все-таки мы к первой игре подошли очень расслабленными. После обеда у нас был обязательный сон. Правда, сна как такового не было, все равно какие-то там мысли были. КОНЕЦ Монреаль. Итак, первый матч. Около 100 миллионов телезрителей будут следить за этой игрой в СССР. Несколько миллионов в Европе, более 25 миллионов в Канаде и Америке. Все было подготовлено для великого торжества канадского хоккея. В форуме набилось около 20 тысяч неистовствующих зрителей. Зал был словно наэлектризован. Не было ни одного свободного места. На лед выходят хоккеисты. Зал приветствует обе команды стоя. Мы стояли на льду, охваченные очень глубокими чувствами и надеялись, что сейчас легко выиграем русских и слушали, как играли гимны, но никто еще не знал тогда, чем все это кончится. Мы смотрели на русских и я говорил своим парням «Ребята, мы лучшие хоккеисты в мире, мы сейчас сделаем их так, что они запомнят это на всю жизнь». Ну, они сразу начали вырубить на разминке. Мы друг на друга смотрим, они шевыряют нам шайбу, мы им. Вот это вот, думаю, какая дикость. Конечно, мы ненавидели их. Ошибка состояла в том, что нам надо было ненавидеть систему, а не самих игроков. Катаемся, они проезжают так, «Хелло, а вот это думаешь, ну да, конечно, ну ладно». Каково было молодым ребятам, а их было у нас в команде 8 или 9 человек, новичков, которые впервые попали в сборную, которым им было всего 20 лет, им вообще жутко было. Смотришь на них, они здоровые, такие, знаешь, улыбаются, жвачку жуют, мы первый раз жвачку видели. Атмосфера была наэлектризована, но вы знаете, в Монреале всегда так, это такой особенный хоккейный город, здесь каждый человек интересуется хоккеем, здесь практически все говорят о хоккее, и зал славы расположен именно здесь, поэтому ощущение наэлектризованности, ощущение интереса к хоккею было чрезвычайно высоко, и особенно в этот вечер, и оно бы ощущалось буквально в воздухе. Когда мы вышли да, действительно, шуму было, но это Канада, естественно, мы не поем к какому шуму, шум, музыка, органы играют, просто какой-то фестиваль. Ощущение такое, как будто ты попал в вакуум, когда начали нас говорить по фамилии, там представлять, хлопали. Да, наших не слышно там было, кто там у нас из посольства, что в прессу, там хохлы одни. Когда объявляют Лученко, то там еще гулят. Когда начали представлять отдельных игроков Канады, они на такой бешеной скорости вылетали под синей линией. Фамилия объявляет, и вот там минута две, три одни тебя поднимают. Виктор калошами на площадку у них это принято в то время было. А мы с Валеркой стояли, с Василием, я говорю, Валер, что-то здоровые какие-то, я говорю, хоть бы не убили бы я. А Валера, он был вообще железный человек, говорит, гусь, гусь, нас, наверное, не убьют, говорит. А что он может? А что он сделает? Это, знаешь, как Торадор, быки на красные. Так же? Что? А надо чего-то выкручить по сцене? Выключите на ноль. Бабушка не знает. Серединку, чтобы она выключила. Окей. На ноль? Да, посерединку. Окей. Весь Восток Канады был накрыт циклоном, и от этого было очень жарко. Я помню, наш премьер-министр Трюдоу пришел на хоккей в белой рубашке, с открытым воротничком. Он совсем не выглядел как хоккейный фанат. Вы знаете, все было вообще как-то не по хоккейному. Для нас это было тоже. Как же так? Премьер-министр. У нас кто-нибудь там пришел там в руководство, или генеральный секретарь, там это все, или там член полюберро, разрушаем. Для нас это была дикость. Рогульская, бывший первый зам Павлова, председатель спортомитета, он был руководительной делегацией, то перед первой игрой значит, он сказал, говорит, ребята, надо достойно проиграть. Естественно, когда человек одевает майку с четырьмя руками СССР в свое время, или сегодня даже к хоккейс выходит, одевает российскую майку, естественно, он представляет не только себя, но он представляет страну, он представляет нацию, он представляет гимн всех людей, которые живут в этой стране. Естественно, это патриотин своей страны, и я считаю, что это прекрасно, это хорошо, и это должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok, я не думаю, что я играл за канадский народ, или что я играл для канадского народа. Речь шла совсем не об этом. Не очень-то меня волновал весь этот канадский народ, или что он там думал. Я должен был победить, потому что это я должен был победить. Шквал атак канадцев на наши вороны. Первая шайба, думаю, лишь бы только не мне шайба досталась. Наверное, она мне нужна. То, что говорит Васильев, наверное, это было не только у него, наверное, у многих было, потому что никак не могли наладить вот наш хоккей, комбинационный хоккей. Мандраж, я подбираю шайбу, веду, а надо мной так вот в затылок дышит, в спину, думаю, сейчас размажет гад. Шайба как будто зависла в воздухе, и я ударил по ней с лёту. Она влетела в сетку, я буквально вколотил её, причём так быстро, что никто ничего не заметил. Комментатор сказал, что гол забил Фрэнк Маховлич. И Фил сказал, ну всё, ребята, окей, теперь всё так пойдёт и дальше. Теперь мы легко выиграем, докажем, что мы сильнее. Вообще-то тот факт, что мы так быстро забили гол в первой игре, очевидно, это было самое худшее, что могло с нами случиться. Потому что мы были самоуверены, а этот гол подтвердил наши амбиции. Бобби Кларк подхватывает шайбу, отбрасывает её урону Алису, он отпасовывает её мне, и я не раздумывая бросаю её в сторону ворот, она попадает прямо в сетку. Организм нам играет похоронный матч, что, ребята, да, у вас уже большие неприятности. Филоспозит подошёл ко мне, похлопал по плечу, что ничего, мальчик, тебя не расстраивайся. Первый отрезок гол, второй отрезок 2-0, я думаю, ну, понеслось, ну, как действительно, разорву сейчас на клочья. А я вот после, когда вот пропустили, вы чё, сразу, знаешь, как все эти тренера не знают, что делать сидят. Я вам спросил, у Женьки Зимина, я говорю, вы чё? Там вот встал, я говорю, вы чё? Мы их молотили, будем молотить, вы чё, обозрались-то? Извини за выражение. Давай, собрались там, пошли там вот. И я тоже говорил, ну, это такие же люди, ну, из такого же мяса. Пи***, как собака их ебать, жалко матчу, нельзя ругаться им. Самым главным сюрпризом во время первой игры оказалось то, что русских можно бить сильно, но они встают и играют дальше. Их можно ударить в лицо или треснуть клюшки по ноге, но им всё равно. Что мы здесь, что мы с ними, и там товарищи, блядь, сюда. А мне интерес, мне кажется, что они в этом, блядь, чик-пасек, где ты ему дал, блядь, ну, блядь, ты. Я за тобой, там, чик, раз не жаловал, блядь, выказал, получи. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Катерин делает точную передачу Якушеву. Канадцы тут же пытаются атаковать Якушеву, освобождают перед воротами свободную зону. Якушев это видит, следует передачу мне, и я в одно касание отправляю шайбу в пустые ворота канадского воротаря Канадрайвера. Считалось, что как только наши окажут на них давление, русские отступят, испугаются. Странно, почему мы так думали. После того, как русские победили во Второй мировой войне, почему все думали, что они окажутся трусами на льду? Это выглядит Бобби Орен, я уверен, что он был в этом гамме. Я уверен, он не может быть в этом гамме. Организовали контратаку с Михаиловым и вышли два против одного. Но Борис посчитал правильным бросать поворотом. Но у меня всегда было и осталось чутье на гонку. Причем забился на удобную ретель. Все, встал два-два, и мы пришли в раздевалку. Селез Михаилович Бобров сказал, что ну что, ребята, прекрасно, балансы начали плохо сначала, но потом выровнялись. А самое главное, мы почувствуем, что против этой команды можно играть и ее обыгрывать. мы ушли на перерыв и в раздевалке. Я посмотрел на Пола, он посмотрел на меня, и мы поняли друг друга без слов. Я был очень уставший, и он сказал мне, Рон, это будет очень длинная серия. Играет музыка. Продолжение следует... Вы знаете, как он обыграл двух защитников канадских, которых спарил? Ведь он расшатывал их вперед-назад, они спиной назад отступают. Он переступал на одну ногу, шайбочку опускал, он только на нее, он ее под себя и вторым движением уходил в сторону. Это для них было диковинку. Как можно так коньками лавировать? Во-первых, он был взрывной, это то, что он кровь испанцев. Он в школе учился, математику он на пять, он все выигрывал олимпиады по математике. И вот видно вот это у него, мысление, моментальное мышление, соображение, кому отдать пас или что-то такое, у него видно здесь как компьютер. Харламов мог играть в любой команде Инхайл. Мы восхищались им. Якушевым мы восхищались тоже, но все говорили, что Якушев может играть только в советском стиле, а Харламов мог играть в любой лиге. Проблема в том, что люди не хотели верить своим глазам. Они хотели верить своим убеждениям. Они видели, что русские катаются быстро, что пасы у них короткие и точные. Но все говорили, мы их остановим, не вопрос. Мы просто не хотели верить своим глазам, мы верили своим убеждениям. Вот в этом и была проблема. Даже премьер-министр, в общем-то, попал под влияние. Мы пытались остановить их, но русские протекали сквозь нас, как жидкость. Мы не могли их остановить. Я набираю скорость по левому краю. Мы с Юрой Блиновым поменяли. Показывает, что будет бросать. Два канадца, как писал Драйден, ложатся под этот бросок. Выезжает Драйден. Я вижу, что он бежит навстречу. Я ему скользящий. И попал под опору, и он ничего не мог сделать. Я сам даже не ожидал. Но Драйден, я себе, между прочим, даже когда он играл в любительстве, я в каждой игре ему забивал. Высокая стойка. Я говорю, скользящий бросатель. Ребята, он стоит в прямой стойке. Уж каждый знает там. Клоун. Каждый гол, который забивали Драйдену, этому умному человеку, мы каждый раз говорили, «Вау! Это самое худшее, что могло случиться с нашим чувством собственного достоинства». Как? Все эти годы мы верили в то, что игроки НХЛ являются лучшими в мире. И это все ложь. Это все равно, что прийти к себе домой и вдруг увидеть свою жену с каким-то другим мужчиной. И понять, что все, что было до этого, было ложь. Якушев получает шайбу, входит в зону по левому флангу и пытается сделать передачу. Но передача неточна, попадает в клюшку канадскому защитнику и отскакивает, но не выходит из зоны канадской обороны. Я тут же подхватываю эту шайбу, делаю ложный замах для того, чтобы показать защитному, что я буду бросать поворотом. Он ложится под шайбой, я делаю паузу, убираю защитника, выкатываясь один на один с Драйденом и в правый от вратаря нижний угол забрасываю вот эту шестую шайбу. И к концу игры мы смотрели друг на друга и говорили, что мы будем делать без хоккея, ведь мы будем как какие-то бельгийцы. Кен Драйден падает и ждет, что сейчас, наверное, будет бросок. Тем не менее, еще проезжаю дальше и практически ворота уже остаются незащищенными. И верхом под планку, в общем-то, в девятку бросаю. Тесно говоря, хороший гол. Красивый гол. Ну, там шумом было на весь Советский Союз. О, непобедимый. Да какие они непобедимые. Да. У нас были скауты-разведчики, которые выезжали в Россию, отсматривали игроков там. Они писали отчеты, мы их читали. И они сказали, что Третьяк плохой вратарь. Что он проиграл 8-0, что он не выдержит бросков от Фрэнка Махаулича и от других нападающих. Что их коньки сделаны из картона, что лезвия у коньков очень старые, что снаряжение у них отвратительное, шлемы у них плохие, что форма у них безобразная и так далее. В одну игру они специально отсматривали вратаря, который был очень молод тогда и только-только женился. Сейчас это мой друг Третьяк. Я часто с ним общаюсь, мы разговариваем. И вот во время последнего разговора я упомянул, что нам сообщили тогда, как он проиграл с огромным счетом. А он сказал, да-да, эта игра была тогда, на следующий день после моей свадьбы. То есть пресса сделала очень много для того, чтобы все думали, что мы выиграем легко. А потом забавным образом выяснилось, что скауты были из команды Торонто Мэйпл Ливз. И они нам сказали, что фу, мы выиграем их легко. 8-0 и так далее. Эти парни не умеют кататься. А потом выяснилось, что Мэйпл Ливз оказалась самой худшей командой в ближайшие 10 лет. Поэтому мы отправили, оказывается, в Россию неправильных скаутов. Не тех скаутов. Я играл за самую лучшую команду в мире. И для меня это была огромная честь. Меня выбрали для того, чтобы защищать цвета Канады. Куда выше можно было забраться. И эти два с половиной часа были для меня самым страшным кошмаром. Канадцы стали покидать площадку, не пожав нам руки. Мы были опешены, значит, начали включать, эй, вернитесь. Я подошел к Филу из позиции, спросил, я говорю, Фил, а что же вы после матча руки-то не подали? Он говорит, Владимир, послушай, ты ко мне, залез в карман, забрал мои деньги. А я что, должен за это тебя благодарить? Профессионалы вообще-то никогда не интересуются чужими деньгами. Фил, у нас так и не принято. Мы не говорим сейчас о деньгах. Мы говорим об отношениях. У нас матч-то не на деньги, а немножко другие. Поэтому давай будем сжать руки. Как бы это тяжело не было, и как бы матч не сложился. Я был шокирован. Вернее, я был шокирован и в то же время понимал, что произошло. Было видно, что русские тренировались отлично, а мы тренировались спустя рукава. Да, газеты ополчились на меня. Я попал под страшную атаку. Все говорили, Эйглсон виноват буквально во всем, это его вина. И в правительстве говорили так, и в газетах. И хоккейные фанаты. Я был козел отпущения. После поражения канадцев 3-7, Закьянская пресса учинила профессионалам настоящий разгром. Тренер Гарри Синден оправдывался перед репортерами как мог. Многие газеты писали, как же так. Мы своих хоккеистов считали богами, лучшими хоккеистами мира, а на самом деле они не второсортные хоккеисты. Я даже не хотел читать газеты на следующее утро. Это был настоящий шок. Было понятно, что будет в этих газетах, что это будет настоящее избиение всех канадских игроков. Я прекрасно знал все, что случилось до этого, и мне совсем не хотелось читать эти газеты. Абсолютно не хотелось. Мне было стыдно. Советская сборная повела в серии. 60 минут блестящей игры русских развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов. И теперь канадские болельщики знают фамилии Харламов, Третьяк, Якушев. После Монреаля путь советской сборной лежал в Торонто. Местная команда Торонто, Мэйпл Ливс, так же как и Канадиенс, стояла у истоков НХЛ. Кленовым листьям удавалось 14 раз выигрывать серебряную чашу. И пока это второй показатель в лиге. Хоккеисты Торонто выступали во дворце спорта Мэйпл Ливс Гарденс на самой старой арене в НХЛ. Несмотря на то, что мы мало что знали о русском хоккее и о русских игроках, мы очень быстро смогли оценить их умение кататься, их профессионализм и навыки на льду. И к тому же они играли намного чище, чем канадские хоккеисты. Было видно, что их тренировали совершенно в иной манере, не так, как наших игроков. Потому что нашим игрокам помимо тренера нужен был еще полицейский. Зачастую они выглядели как настоящие бандиты на льду. Настоящие хулиганы. После поражения в первой игре в составе канадской сборной произошли существенные перемены. Тренер канадцев Гарри Синден выпустил на лед новых игроков, в том числе Тони Эспозита, который занял место в воротах, заменив неудачно сыгравшего Кена Драйдена. Будучи профессиональными спортсменами, мы понимали всю важность второй игры. Мы привыкли к ситуации в играх плей-офф, когда надо выиграть серию из семи игр. И в таком случае вторая игра всегда бывает самой важной, одной из самых важных. Второй матч, конечно, с точки зрения такой психологии, для нас был очень тяжелый. Очень тяжелый, потому что после первой игры, конечно, наши эмоции, они просто были выплеснуты, выплеснуты вот этой игрой первой. Здесь не было установлено, здесь просто канадцы сами говорили, что в Торонто канадцы никогда не проигрывают. Это такой город специфический, где очень старый дворец спорта. После тех статей, которые вышли на следующий день после игры, конечно, где-то их задело. Наверняка задело, потому что они совсем уже другие вышли на эту игру, собранные такие. Мы вышли на лед как черти. Мы знали, что проиграть эту игру нам нельзя. Мы должны были выиграть. Я считаю, что второй матч мы играли даже лучше, чем первый. Не хуже, чем первый. Не хочется признавать, но в этой игре они доминировали. И Тони был невероятен. Он взял четыре не берущихся шайбы. После первого периода мы сидели в раздевалке, и я всем говорил, давайте, давайте, ребята, пусть так все идет, все нормально. Мы чувствовали, что если мы приложим хорошее, серьезное усилие, то мы можем разбить русских. Я думаю, что эта игра была самой важной во всей серии. Потому что если бы мы проиграли эту, вторую игру, мы были бы отброшены настолько назад, что выбраться из этой пропасти было бы уже очень трудно. Но эта игра показала, что мы можем разбить русских. Во втором периоде я забил гол с отличного паса Кешмана. Он прошел по краю и кого-то еще толкнул. И вот в этот момент я понял, что Третьяк был не так хорош, как все о нем говорили. Он не должен был позволить мне протащить эту шайбу прямо мимо его ног через пятачок. Если бы он технически был грамотным вратарем, он бы мне не позволил этого сделать. Шайба была на очень коротком расстоянии от его клюшки. Ему стоило только сделать одно легкое движение, и он бы ее отнял. Но он не сделал этого движения. Я помню, когда я сижу на скамейке после этого и говорю, ребята, этому парню можно забивать. В отличие от нашего хоккея, конечно, канадский хоккей отличается. Первым это сильные броски. Это целестеремленные, можно сказать, прямолинейные броски. И все бегут с разных воротах. Вы знаете, вот как вот все, любой бросок, и партнеры, и Киев все бегут на добивании. И просто там с руками, с мясом забивает эту шайбу ворот. Иван несся как ветер. Он летел на такой скорости, что у меня просто захватило дух. Я вам скажу, Иван Курное – великий игрок. Женя Зимин бросил по воротам, шайба прошла мимо. Она отскакивает от стекла и попадает мне на клюшку, а я стоял перед воротами. И следующим движением, в общем-то, направила ее в ворота. Так, немножко она курьезная, но, тем не менее, засчитали. Иван Махалович получает шайбу в средней зоне. Четыре наших рекииста провалились, остался один Паладев. Я падаю, ему ноги, хочу выбить шайбу. А у него руки длинные, я не достаю. И в последний момент, каким он чудом, он просто выводит эту шайбу. Меня обыгрывает и забивает гол. Хотя я, как бы, все правильно сделал, но мастерство этого игрока, вот в этом моменте, это было просто фантастически. Мы подумали, классно, вот, наконец-то, мы можем снова играть в наш канадский хоккей. Если мы обратим внимание на навыки, на профессионализм, если мы сконцентрируемся на мастерстве, мы можем играть с этими парнями на равных. Мы, ребята, вялые были, старались, а ноги просто не бежали, и все. И состояние такое было, все спать хотелось, и разница во времени большая. И такой самый период, он самый такой противный. Вот как раз попал на эту игру. Отмечайте победу, но не переусердствуйте. Помните, у нас еще много игр впереди. Наслаждайтесь, отдыхайте. Но помните, играть еще надо много. Такие матчи без Курьезов не проходят. Их было несколько. Ну, один из первых, это когда они засчитали гол Владимиру Петрову. Судья не видел, когда Володька бросил межглаз, я не знаю, кто стоял. Она выскочила. Сильно бросил. Сейчас в НХЛ очень просто. Останавливается матч. Специально есть судьи, которые смотрят на видео, и шайбу показывают. И они по телефону связываются с рефери. И рефери говорит, да или нет. Судья за воротами просто прозевал. Вечером мы посмотрели новости, прямо показывали, как эта шайба влетает и вылетает тысячу раз. Потом судья летели в одном самолете, он сказал, что извиняется передо мной. Я говорю, ну что, толк, ты извиняешься. Мне же вот это легче. Эта шайба могла повлиять на результат матча. Эта победа была очень важна. Я вспоминаю ее с огромным удовольствием. Это одна из главных побед в моей жизни. То ничего страшного. Счет 1-1. Надо готовиться к следующему матчу. Мы завтра на собрании разберем, какие ошибки у нас были. Победа сборной Канады со счетом 4-1 возвратила канадскому народу веру в завтрашний день. Счет суперсерии 1-1. Сборные Канады и СССР вылетают из Торонто в Виннипек. Столица провинции Манитоба стала третьим городом, где вновь скрестили клюшки сборные Канады и Советского Союза. Виннипек всегда славился своими любительскими командами. И для расширения своего влияния Национальная хоккейная лига решила провести один из матчей в этом городе. Суперсерия продолжается. Зал набит до отказа. Теперь уже тренер сборной СССР Бобров производит некоторые замены. Он сажает на скамейку 5 человек из основного состава и выводит на лед молодежь. Вот на этом стадионе большой портрет королевы Англии висел. Очень большой портрет. Я никогда не забуду, большой портрет. Ты стоишь, играешь, он смотришь прямо перед тобой королевы Англии. Большой портрет метров, что они 10 в высоту. Мы думали выиграть конечно важно, но ведь не менее важно выиграть элегантно, выиграть профессионально. Не всегда, тем более в таких матчах, высококлассным хоккеистам нужна какая-то установка. Нужна обдается какая-то конва, общая конва поведения на хоккейной площадке. Подчас просто человеческое. По ходу матча обстановка на площадке накалялась и игроки начинали играть все грязнее и грязнее. Это происходило с обеих сторон, и с русской, и с нашей, но честно признаться, конечно, мы нарушали правил больше, потому что таков стиль североамериканского хоккея. Но ведь запомнятся больше игроки, те, которые сильнее стремились к победе. Это Хендерсон, Корнуе, Эспозита. Например, вот я сам. Я не провел даже двух минут на скамейке штрафников за всю серию. Мы были ужасно рады. Забили, давайте парни еще. Мы были обычными фанатами в тот момент. Это, наверное, была самая грязная игра во всей серии. Мы нарушали правила. Люди в то время начали уже беспокоиться о хоккее. Все говорили, что хоккейные команды превращаются в какие-то бандитские группы. Вы знаете, бостонская, чикагская команда, они играли в грязную игру. Мы не хотели быть известными за такой хоккей. Мы хотели быть известными за хороший паз, за удары по воротам. А в этой игре они просто начали бить русских. Канадцы стали применять недозвольные приемы в том смысле, что они поняли, что в чистой игре они нас не обыграют. Ну и как раз проброс за шайбу, я подбежал, хотел обмануть их. Ну не обманул, повернул сюда, они мне коробочку сделали, в борт голову отгнали. У меня шлем вот так вот встал, все гайки выскочили. Ну и как забрал вот это вот. Валера Васильевна, этот человек, я могу сказать, но не знаю, будет у нас такой или нет игрок, но с таким характером, как он, вот с силой воли и не знает, что такое боль, боль. Когда мы играли с локомотивом, вот шайба попадает в лицо и выбивает все передние зубы. Шайба так и осталась. Васильевна? Да. Единственное, я поехал с ним, потому что мы одногодки, и поехали удалять вот эти зубы. Единственное, что он выпил, выпил стакан спирта, залпом, без наркоза ему удаляли все корни зубов. Вот это да, это я могу сказать, это вот патриотизм и вот это сила воли, сила воли, которая пусть тут. Вот я думаю, что вот правильно Пахматов написал, в хоккей играет настоящий мужчина. Если надо убить, то надо убить. Что же делать, если хочешь выиграть? Я думал об этом как-то, и меня на самом деле такие вещи пугают. Я, когда такие вещи говорил на публику, наверное, не осознавал серьезности своих высказываний. Но вы знаете, я вот думаю, как это вот убить человека, выстрелить, зарезать его, не знаю. Даже не могу представить, что человек испытывает в этот момент. Но у меня никаких сомнений нет, что я бы убил их для того, чтобы выиграть. И вот это меня пугает. Я бы их убил. Вы знаете, Фил Эспозита заставлял всех эмоциональнее играть. Все сильнее и сильнее. Великолепный пас. Прямо на кончик моей клюшки. Это был самый великий пас, который я видел в своей жизни. В этой третьей игре в Винни-Пиге мы реально увидели, на что был способен хоккеист Харламорс. Мы с Эспозита, я не помню, то ли это было, мы играли в меньшинстве, то ли в большинстве, не помню. Но я помню, что мы оба погнались за этим хоккеистом. И мы почти догнали его. Но до того, как мы коснулись его, он успел ударить по шайбе. И она влетела в ворота. И мы ничего уже не могли сделать. К тому времени, как мы догнали его, уже все было кончено. Я помню, что Пол Хендерсон выходил два или три раза. Два против одного, два нападающих канадцев против нашего защитника. Это было таянно. Я все время выкатывался и думал, что да, вот он должен отдать. А он никогда не отдавал. Он все бросал, бросал. Три раза подряд он выходил и три раза бросал. И мне не забивал. И четвертый раз, когда он вышел, я думаю, он не такой же уже прямолинейный. Он обязательно отдаст. И что думать, он четвертый раз не отдал и забил. Вот они немножко прямолинейны в этом плане. Мы были удивлены тем, что русские решили выпустить на лед новую тройку. И это были совсем молодые люди, почти мальчишки. Мы думали, что играть с ними будет легко. И мы легко забьем им. И к третьему периоду уже вели со счетом 4-2. Но эти мальчишки оказались на самом деле не так просты в игре. Они смогли сравнять счет. Я отлично понимал важность третьей игры. Она была критической. Многие люди недооценивали значение этой третьей игры. Мы вели 4-2, но упустили победу. Итог третьего матча 4-4. Замены Боброва полностью себя оправдали. Молодая тройка, Анисин, Лебедев, Бадунов, совершив чудо на последних минутах матча, помогли сборной Советского Союза уйти от выражения. Счет суперсерии по-прежнему оставался ничейным. Третьяк в этой игре стоял просто великолепно. У меня было несколько отличных голевых шансов, но он всякий раз отбивал мои удары. У них не было больше такого игрока, как Третьяк. Ни до этого, ни после этого. Он был великий вратарь. Их тренеры, они очень высоко о нем отзывались. Я думаю, что его значение немного раздуло пресса впоследствии, потому что он играл, в общем-то, не так уж хорошо. Но проблема была в том, что до серии наша пресса недооценила его. Мы думали, что он будет уж совсем плох, но он начал брать шайбу. Он брал одну шайбу за другой, хоть и не играл в полную силу, как мне кажется. Потому что он мог взять, как мне кажется, больше голов и спасти советские ворота больше, чем он это сделал. У него еще был такой странный стиль, знаете, он ложился на лед и старался перекрывать все ворота целиком. Мы назвали этот стиль, как бы, бабочка. Совсем незнакомо было это нашим игрокам, потому что наши вратари обычно стоят в воротах, закрывают угол, берут шайбу вверху, внизу и так далее, и так далее. Сборные Канады и СССР вылетают в Ванкувер, где состоится последний матч первой половины суперсерии. Но именно Ванкувер вызвал у канадских хоккейных чиновников больше всего споров. Команда Ванкувер Кеннекс прозябала в самом конце турнирной таблицы чемпионата НХЛ. Однако владельцам Ванкувера удалось уломать руководство Национальной хоккейной лиги, чтобы эта игра состоялась именно на льду ванкуверского коллизиума. Владельцы клуба надеялись при помощи этого поднять зрительский интерес к своей команде. Поговаривают, что за право проведения встречи ванкуверским боссам пришлось выложить кругленькую сумму. Но деньги не могут решить все. И эта игра пошла не по сценарию канадцев. Инициатива в четвертом матче полностью была в руках русских. Я вам скажу, они были готовы к игре. По-настоящему. Они были готовы на 100%. И я первым признаю, что мы в Ванкувере играли не очень хорошо. Мы старались, но у нас не вышло. Канадцы отчаянно сопротивлялись, изредка прорываясь к воротам Третьяка. Канадцы могли бы добиться большего, если бы не блестящая игра Третьяка. У хозяев льда начали сдавать нервы. Френд Маркович, кстати, мой друг сегодня и сенатор Канады. И очень большой человек в Канаде. Он просто накрыл меня своей массой, он высокий. И просто лежит на мне и все. И не отпускает меня. Я хочу вырваться, думал, что он меня сейчас освободит, потому что игра уже пошла. И самое главное, что в суде никто ничего не дает, ни свиска, никакой реакции. Я думаю, что дальше будет? Смотрю, и уже публика уже сама стала свистеть ему. Потому что, ну, видно, что это не джентльменский шапот, нельзя делать. Ну, и уже когда публика уже стала свистеть, он, в принципе, меня отпустил. И тогда я, значит, стал ворот и дал продолжать. Больше всего на нас производила впечатление их дисциплина. Они были очень дисциплинированной командой. Они все походили друг на друга, и тренеры обходились с ними абсолютно одинаково. Они ничего не меняли. Каждую игру они играли одинаково. У них на все был план. Даже когда они выезжали за город куда-нибудь на пикник, у них всегда были планы, и все было разложено по полочкам. Потому что, выиграв столько Олимпийских игр за много лет, они уже разработали такой собственный план поведения в этих ситуациях. А у нас совершенно не было никакого опыта. Нас свистали наши собственные болельщики. И Фил сделал это свое знаменитое заявление. Я думаю, что он был абсолютно прав. Мы старались изо всех сил. Но наши игроки оказались не готовы к тому, что произошло. И потом у нас было слишком много удалений против Равских. Играть с удалениями – это сумасшествие. Потому что русские в большинстве играли просто великолепно. Я никогда не видел, чтобы так играли в большинстве. У них был великолепный контроль шайбы. И если играть с ними с удалениями, считай, игра закончена. Русские были чрезвычайно сфокусированы на игре. Они разбили нас на голову. Чувствовалось, что они абсолютно уверены в своей победе. Даже ничья их не интересовала. Перед поездкой домой они хотели только выиграть. Шайба, заброшенная под занавес матча, уже ничего не могла решить. Первый раунд в суперсерии канадцами был проигран. Сборная Советского Союза вышла вперед, имея в своем активе две победы, одну ничью и одно поражение. Следующие четыре игры состоятся в Москве. Я обращаюсь ко всем людям по всей Канаде. Мы пытались и мы делали все, что могли. Но люди нас освистали. Мы все очень разочарованы, мы потеряли наши иллюзии. Мы очень разочарованы в наших людях, в канадцах. Мы просто не верим своим глазам и всей этой прессе. И болельщики освистывают нас прямо у нас дома. Если бы русские освистывали своих игроков, некоторые из канадцев, я не говорю, что все, но некоторые из канадцев освистывали нас. Я, конечно, готов подойти к ним и извиниться, но я должен сказать, что очень разочарован. Абсолютно разочарован. Я не могу поверить. Я не могу поверить. Тех, кто вместе с десятками миллионов любителей хоккея следил за матчами. Михаила Горбачева и Александра Яковлева, Георгия Арбатова и Андрея Брежнева, Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и Александра Селиванова, Алексея Уланова и Льва Лещенко, Александру Пахмутову и Николая Добронравова. А также автора «Золотого гола» Пола Хендерсона в Канаде. Меня зовут Пол Хендерсона. После четырех игр в Канаде мы ощущали себя очень плохо. Наши болельщики освистали нас на собственном льду в Ванкувере. Русские разбили нас. Мы испытывали огромное чувство стыда, и это было самое ужасное время в моей жизни. И легендарного вратаря Владислава Третьяка в России. Случилось то, что никто не ожидал. Мы выиграли серию в Канаде, и удивили весь мир своей прекрасной игрой. Ну а то, что будет в Москве, я думаю, нам Бог поможет. Они встретились вновь, чтобы 30 лет спустя поминутно восстановить события хоккейного противостояния, которое для всего мира стало больше, чем хоккей. Первая половина серии 1972 года завершилась победой СССР и, соответственно, поражением непобедимых канадских профессионалов. Для того, чтобы понять, что значило это поражение для всей канадской нации, необходимо уделить время рассказу истории хоккея в Канаде и его места в обществе. Хоккей в Канаде имеет более чем столетнюю историю. Необходимость хоть какой-нибудь организации в этом виде спорта привела к созданию в 1910 году Национальной хоккейной ассоциации, которая объединила пять клубов. Однако просуществовала она недолго. Осенью 1917 года, когда в России большевики брали власть в свои руки, она распалась. Представители четырех команд собрались в Монреале, чтобы создать, наконец, действенную организацию канадского хоккея – Национальную хоккейную лигу. Был избран ее первый президент – Фрэнк Колдер. Количество команд в НХЛ неоднократно менялось. А в 1943 году оформилась так называемая «Великая шестерка», которая правила балл на протяжении следующих десятилетий. Первый матч вновь образованной лиги состоялся 19 декабря 1917 года. В то время хоккеисты играли в основном на открытых катках. Единственная арена с искусственным льдом была в то время только в Торонто. Появился и приз, за который боролись сначала любительские, потом профессиональные, а с 1927 года только клубы Национальной хоккейной лиги. Генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Лорг Стэнли Престон зашел в один из магазинов, и ему приглянулся серебряный кубок. Приобретя его за 50 канадских долларов, он передал его в дар хоккеистам. С того времени и до наших дней получение этого приза стало главной мечтой всех хоккеистов Северной Америки. Позднее вместе с главным трофеем учредили и другие награды, уже за индивидуальные достижения. Лучшему игроку, самому надежному вратарю, самому результативному нападающему, ну и так далее. В середине 20-х годов Национальная хоккейная лига перешагнула границы Канады. В ее состав были включены 4 клуба из США. Хоккей становится не только зрелищем, но и весьма доходным бизнесом. В это же время из зала Ледового дворца в Торонто был проведен первый радиорепортаж, спонсором которого стала транснациональная компания General Motors. А уже в начале 30-х годов началось строительство нового, внушительного и по современным меркам хоккейного дворца, вмещающего более 16 тысяч зрителей. Во время Второй мировой многие хоккеисты, надев солдатские шинели, отправились за океан. Но, как и раньше, популярность любимой игры не падала, по-прежнему собирая полные стадионы. И когда наступил мир, место на хоккейном Олимпе прочно и надолго заняли две суперкоманды Монреаль Канадиенс и Торонто Мэппл Ливз. В 67-м году Лига пополнилась сразу шестью новыми клубами, и новички постепенно начали теснить старожилов НХЛ. Разрешение приобретать за пределами североамериканского континента игроков привнесло в канадский хоккей свежую струю европейской школы. В 1961 году Торонто открылся зал хоккейной славы, в котором нашла свое отражение вся история хоккея в Канаде с момента его зарождения до наших дней. Ежегодно, начиная с 1947 года, проводятся матчи всех звезд, в которых противоборствуют лучшие игроки лиги. К началу 70-х годов популярность хоккея на североамериканском континенте достигла своего апогея, а к 1972 году Лига насчитывала уже 14 команд. Канада известна в мире двумя вещами кануа и хоккеем. Если мы не хороши в производстве кануа и в игре в хоккей, то чем мы вообще хороши? Хоккей для канадцев – это буквально все, и особенно в 1972 году. Это наша игра, и мы очень гордимся этим. Это игра, которую мы подарили всему миру, и, естественно, мы хотим играть в нее очень хорошо. Мы хотим быть лидерами. Для меня – это все. В Канаде хоккей – это национальная болезнь. По-настоящему национальная болезнь. Болеют все. Я не встречал ни одного человека, который бы хоккей не знал, каждого в его глаза не знал, так сказать, хау там, да, всех, наперечет, ну, грецкий – это потом уже, вот. Всех, мальчишки, перечискать каждого игрока той или иной команды, или Монреальской, или Торонской, любого, так сказать, вот. Хоккей для канадца – это способ запомнить свою жизнь. Например, когда тебя спрашивают, что было, когда тебе было 14 лет, ты не вспоминаешь, в какую школу ты ходил, где ты жил, ты думаешь, так, мне было 14, какой это был сезон, кто выиграл Кубок Стэнли, что происходило в этот момент в хоккее. Вот так мы и запоминаем нашу жизнь. Например, в 71-й год. А, это когда канадский клуб выиграл Кубок Стэнли. Или 66-й год. А, это когда мы побили Детройта в финале. В классе, где учился мой брат, в одном классе учился Хэрри Хауэлл, который стал супер, он по окончанию, он стал суперзвезда Нью-Йорк Рейнджерс. Он был на All-Stars, он выигрывал, по-моему, Кубок Стэнли, когда он был Нью-Йорк Рейнджерс. И был одним из лучших защитников в истории Нью-Йорк. Мы прилетели в канадскую Монреаль. И, значит, все пассажиры, мы же не летели только одни, сами летели еще и пассажиры, мы летели обычным рейсом. И пассажиров выпустили, сказали, что игрокам всем остаться на местах, не выходить самолетом. Но это первое было неожиданно. Вышли, значит, пришли представители «Хоккей Кенада». Они нам сказали, значит, что мы рады вас видеть, и что паспортный контроль мы пройдемся прямо сейчас. И что у нас автобусы. Ну, у нас приятная была неожиданность, когда мы посмотрели в иллюминаторе, там стоял кортеж. Полицейские. Впервые нас охраняли наш автобус. На автобусе были два флага. Флаг Советского Союза и Канады. Прекрасный, красивый автобус. Впереди сопровождающие машины с мигалками. И эскорт полицейский. Ну, мы так посмотрели, но так встречают только президента. Вот с самого начала все чувствуют, что они участники какого-то исторического события. От встречи в аэропорту, от того, как было организовано буквально каждый наш день пребывания, я вам скажу, что в день проводилось не менее трех-четырех официальных мероприятий. Разделились на банкетную команду и на команду, которая играет в хоккей. Это та команда, которая ездила на приемы, так сказать, на все там эти всякие рауты и прочее, прочее. И хоккейсты, которая готовилась непосредственно к матчам. Был банкет в Торонто на следующий день. Вот. И вообще, это был очень интересный банкет. Вот. Ну, нам всегда говорили, что канадцы, вот они профессионалы, они не курят, не пьют. Вообще, они прямо вот такие идеальные люди, только посвящая себя в спорту. Когда мы пришли, естественно, в цивильной одежде на этот банкет. Вот. Там уже были кто-то курил сигары, кто-то, не все, кто-то. Кто-то пил пиво, вот. Но не в таких количествах, как это принято на Руси, а в нормальных, так сказать, дозах. Вот. И мы сразу так переглянулись, бобровно посмотрел, ну, правда, ничего не сказал. И канадцы вели себя очень, ну, естественно и доброжелательно по отношению к нам, вот, даже видно, им достаточно было суд, для того, чтобы отойти от этого первого, от этой первой встречи и прийти в нормальное состояние. Канадцы удивлялись, русские очень много едят, и много едят очень мясо, много мяса. Они мясо, как такового, так много не ели. Они удивлялись, как можно так столько есть и так хорошо играть и так хорошо быстро бегать. Филоспозита идет с бутылкой шампанского перед нами. Машет с рюмочкой такой наливает. А мы сидим, вот, как пионеры. Он прошел, так посмотрел, не будете? Он говорит, не. Я говорю, ладно. Я говорю, можно? Можно. С водкой пошел, наливая стакан. Я говорю, будешь? Нет. Я прям при нем так бульк поставил. Он так блотко. Подарки и той, и другой команды. Подарки это часы. Часы Омега, с которыми американские астронавты летали впервые в Новому. Ну, естественно, такой подарок в то время получить было за счастье. Ну, мы открыли сразу эти коробки, посмотрели эти часы. Ну, а хорошие или плохие мы же не знали. Ну, и мы подходим к Филу Эспозит и там через период спрашиваем у него, Фил, хорошие часы? Он говорит, да, ребята, это классные часы. Ну, а чем они хороши? Как чем? Ну, это же бесплатно было. Мы сделали очень красивые жесты. Когда мы туда поехали, то мы, знаете, вот у меня там есть наверху матрешки. Знаете, у нас большие такие в них восемь или семь матрешек лежат. Ну, а руководитель у нас был тогда в поездке очень хороший замминистра спорта Рагуйский. Вот. Он говорит, Толь, придумай что-нибудь, дайте мне, пожалуйста, бутылку. и мы бутылку водки вынули все матрешки и в эту матрешку посадили бутылку водки и не говорили никому из делегации. И когда, значит, мы приехали, я не помню, в Монреале или в Миннипеге или где мы играли с канадцами эти матчи уже, потому что прошло 30 ровно лет, то мы преподнесли эти матрешки. Ну, вы представляете, что значит матрешки? Они все, у-у-у, матрешки, а тогда наши матрешки были на самом первом месте. Ну, и, значит, спокойно, тихо. Эти матрешки, они говорят, давай, там еще восемь открывают, а там бутылка водки. Приходили, ну, там много русских иммигрантов, там, подходили, но в то время был запрет, знаете, как, чтобы никто не подходил, чтобы никто там вас не отзывал. Там за нами контроль был и полиции, и мы. Фактически нас возили туда и обратно, ну, и гуляли мы по 3-4 человека, говорит, гуляйте так, если вы хотите, чтобы вам никто не пристал. Ну, и иммигранты подходили просто, ну, говорили, ну, мы как люди праведные, все нормально, все хорошо, не надо к нам приставать, мы уходим. Мэром Виннипега был в то время украинец, фамилия была Дзюба. Он не просто приходил на игру, он болел за нас, мэром Виннипега. Это настолько, вот, видимо, было потрясающе по своему необычности событий, что, конечно, канадцы болели из своих, но вот в среде в этой украинской и русской диаспоре очень было сильное желание, чтобы мы выглядели достойно. Телеграммы всегда не приходят, телеграммы были, телеграмм хороший, теплый всегда, и забавных очень много телеграмм приходит, и у нас было принято всегда, когда мы ехали в автобус на игру, подбирали специально телеграммы такие наиболее приятные, и пока в автобусе, чтобы немножко как-то разрядить, обстановку, потому что ребята очень скованы, собраны, так готовятся все мысли об игре, и телеграммы такие зачитывали, какие-то юморные, такие смешные. Я за вас так болел, что я выкинул телевизор, когда вы провели второй матч. Прошу, значит, помочь мне приобрести новый цветной телевизор. Один молодой человек, или, может быть, молодой, или немолодой, написал, говорит, я, говорит, так болел, что пропил всю получку, говорит, окажите материальную помощь. Такой казус произошел, что в первом же игре сборная Канады проигрывает. Мы прилетаем в Торонто, разместили, потом тренировку, приезжаем после тренировки. Вдруг увидели, значит, стол такой накрытый, красный, катер, все, щили стоят, значит, в чашечке такой, такой большой, правда. И, значит, подошел к нам переводчик, говорит, знаете, вот канадец, один написал, что все восемь матчей выиграют канадцы. Поэтому, если, говорит, вот хоть одну игру канадцы проиграют на этой команде, вот он статью, а статья большая такая, он съест в присутствии всех в Киеве. он разорвал эту статью, а статья была довольно-таки такая приличная, у них газеты там очень серьезные, там, на листов 20, если не больше газеты такие, и он эту статью свою покрошил, разорвал на мелкие кусочки, и то ли там с компотом, то ли с киселем, то ли, в общем, с каким-то напитком, фужерчик, и спокойно выпил эту статью. Я ему сказал, я говорю, ты чем, кефиром запиваешь? У нас, я говорю, если бы такой, кто-то сказал, он бутылку водки бы запил. Хочешь, я говорю, принесем. Газетчики, может быть, и не знали, вернее, не удосужились узнать, что из себя представляют советские хоккеисты. Но сами канадские профи скоро разобрались, кто такие русские парни. Разумеется, мы были профессионалы, но и русские ведь тоже не просто так играли. Они работали в Армии, но получали деньги за хоккей. Мы считались как любители, но это все ерунда. Мы профессионалы, такие же, как и канадцы были. По тем материальным благам, которые получал хоккеист профессионал, и советский хоккеист, мы были далеко любители. В то время я заработал, кажется, 180 тысяч. Им перед выходом на поле, значит, конверт. они так открывали перед нами, и, значит, 500 долларов. А нам за всю серию 500, а им только за выход на лед по 500. Это они все четко знали. третяк получает 350 рублей. И когда переводчик перевел канадцам, они как начали там смеяться. Ну, то есть, они не поверили, что третяк может получать 350 рублей всего. Они за 35 долларов, они вообще никуда, даже не выйдут. Одеваться на носок не снимают. Для справки. Минимальный оклад в Советском Союзе составлял 70 рублей в месяц. Инженер с высшим образованием получал 110-150 рублей. Высококвалифицированный рабочий 200-220 рублей. На зарплату инженера можно было купить 50 килограммов колбасы или 15 бутылок коньяка. А можно было накопить на машину в течение 3-4 лет. Подсовывали контракт в бумагу. Подписывай и оставайся. Это на миллион долларов. Как миллион долларов? Никому не даем, тебе даем. Потому что это вазочка с цветами, кошелочка с фруктами и там контракты на каждого. Контракты и все какие команды вот эти 6. Все контракты подписываю и Шадрину, и Яркшу, и Харламу, и Третьяфу. Я думаю, всем ребятам предлагали контракты. Он предлагает нам по миллиону, чтобы завтра мы вышли в составе Торонто Майзерлис. Ну за спиной стоял человек, который ничего не слышит, но все видит. И когда сказали нам, кто будет отвечать, ну мне говорят, давайте ты самый молодой, но я самый старший его. Ну я на это стал, я говорю, мы советские миллионеры. Он говорит, извините, не к тем людям обратил. Нужно было как-то жить, надо было здесь, потому что давали деньги, там плащи были дешевые, покупали, допустим, оптом, ну и не только плащи, там и парики, там и махеровые нитки, ну в общем, что в то время было дефицитом, покупали здесь, продавали, и на эти деньги покупали мебель, ну все, то, что необходимо, там холодильник, ну что необходимо для дома, хозяйства, а жизнь заставляла. Любителями ли были советские хоккеисты или профессионалами, но факт остается фактом. Наши выиграли у считавшихся непобедимыми канадцев на их поле. Пришло время уже канадским игрокам паковать свои чемоданы и собираться в далекую таинственную страну, в которой большинство из них никогда не было, и в которой им было жизненно необходимо отстоять свою честь, и как они считали, честь всей нации. Нам даже не хотелось разговаривать ни с кем после этой игры. Никто в общем не хотел нас и слушать даже. Я немного разговаривал с своими родственниками, позвонил жене из Монреаля, но я думаю, что поскольку мы ведь были настоящие профессионалы, мы понимали, что факт этого проигрыша не очень многое значит, потому что у нас бывал такой опыт, когда в играх плей-офф ты выходишь в первую игру и проигрываешь ее 6-0, но потом надо вернуться и выиграть вторую игру. Так бывает, так случается, надо найти в себе силы, достаточно характера. когда мы приехали в Торонто до того, как полететь в Швецию, нас собрали и у нас была встреча с представителями ФБР и канадской государственной полиции. И агенты предупреждали нас о том, что в России мы должны вести себя соответствующим образом, что возможно комнаты будут прослушиваться, что мы должны быть осторожны в наших высказываниях, что это абсолютно другая система. И мы говорили да, конечно, мы будем все равно делать то, что нам нравится. Очень правильным решением было привезти жен игроков в Россию. И они должны были провести со своими мужьями и друзьями целую неделю. И это была отличная идея на самом деле. Потому что многие игроки не видели своих семей уже довольно долгое время. Наверное, около месяца. Да, с конца августа по 22 сентября никто не видел своих жен и своих подруг. Поэтому они теперь приехали и должны были целую неделю провести в отеле. Это было очень хорошо. Вообще-то наша поездка в Москву могла сорваться. Причем очень легко. Потому что нам сказали, что они хотят все изменить. Что наши жены и наши девушки не поедут с нами. И сейчас я думаю, что может быть и лучше было бы им не приезжать, потому что условия в Москве были не очень хорошие. Но тогда нам сказали, ваши девчонки не поедут. Я прогнал Иглсона из комнаты Фергюсон остальных тренеров и собрал хоккеистов. Сказал, парни, что будем делать? У нас два выбора. Или мы заставляем их, чтобы они привезли наших девчонок. Или говорим им, отвалите парни и возвращаемся домой. Ты едешь в Пастон, ты едешь в Канаду, ты едешь в Монреаль, и в общем разъезжаемся, играем дома в Энхайл. Я очень хотел поехать в Россию. Я испытывал настоящее желание поехать туда и показать все, на что я способен, потому что я чувствовал, что у меня достаточно сил для этого. Я хорошо владел клюшкой, я быстро катался, мои скорости позволяли мне рассчитывать на прочное место в основном составе. И учитывая, что в России хоккейные коробки были гораздо больше канадских, я мог проявить наилучшим образом все свои скоростные качества. Я думаю, что в тот момент мы были лучшей тройкой канадской команды, я имею ввиду себя, Эллисон и Кларка, и поэтому мы должны были сыграть там хорошо. И тем более, что перед поездкой в Москву еще была возможность поиграть в Швеции и там привыкнуть к новым условиям в Европе. Я чувствовал, что несколько дней в Швеции должны помочь мне приобрести необходимую форму для игры в Москве. Нам всем нужно было войти в хорошую форму, поэтому, когда мы приехали в Швецию, мы играли изо всех сил. каждый день для восстановления, для тренировок. Ну и соответственно пресса была такая, то есть уже перед матчами в СССР уже никто ничего не хотел предсказывать. Все понимают, что будет, все решаться будет в Москве. Впервые меня мама встречала в аэропорту, она никогда не приезжала, вообще не провожала, не было такой традиции. А здесь вдруг я выхожу и встречаю маму. Я удивился. Оказывается, мне потом рассказали, а в то время там и таможня, и погранконтроль был. Ну, она идет к пограничникам, говорит, я Кузькина вать. Ну, все так это удивились, а потом они поняли, что это сын ее играет с профессионалами. Да, они ее пропустили. Это было и смешно, и в то же время приятно. По дороге в Москву канадцы провели в Стокгольме два товарищеских матча со шведами. Это помогло им акклиматизироваться и адаптироваться к европейским размерам площадки. Сверх жесткая игра канадцев поразила шведов. Одна из газет так и написала «Разъяренная банда горилл едет в СССР брать реванш». Я думаю, что мы стали командой только после того, как приехали в Швецию. Потому что нам нужно было какое-то напряжение, какое-то давление, которое оказали на нас шведы для того, чтобы мы стали чувствовать себя командой. А до этого мы были просто группой каких-то отдельных рейнджеров, которые каждый играл сам за себя, и у некоторых игроков был гораздо более лучший план на игру, чем у тренеров. Мы были слишком самостоятельны до приезда в Швецию. А в Швеции мы поняли, что если мы не начнем мыслить как команда, не начнем играть как команда, мы никогда не выиграем в России. И это было очень важное понимание, которое пришло к нам там, на шведских площадках. Потому что хороший атлет, хороший спортсмен непременно должен начать мыслить групповым образом. Ты должен чувствовать себя частью целого, которая работает как огромный отлаженный механизм. Русские играли так, и мы должны были научиться тому же самому. Мы должны были играть так же солидно. Мы очень медленно проходили таможню, когда прилетели. Все эти документы, все эти очереди. Потом, вы знаете, мы ведь привезли с собой очень много вещей, много еды. Мы привезли 350 бутылок пива, 350 стейков, и все в итоге почему-то оказалось наполовину. Кто забрал вторую половину? Многие думали, что это все оказалось в канадском посольстве. Может быть, но я вот не могу представить, как это, если канадское посольство захочет стейк. Оно ведь легко может его себе позволить. И я вам честно скажу, если бы я был русским, я бы, в общем, тоже взял бы себе и стейк, и пиво. Все эти проблемы с едой, с таможней нервировали нас. Они еще больше усугубляли ситуацию общих дурных предчувствий, которые мы испытывали, пересекая границу, потому что мы ехали в совершенно неизвестное для нас. Мы ехали в страну за железным занавесом, и мы испытывали страх. Я помню, мы ехали в автобусе, и я увидел монумент, посвященный Второй мировой войне. это когда русские остановили немцев. Огромный монумент. И я сказал себе, о, немцев они разбили, что будет с Канадой? Мы увидели вот этих хоккеистов, так как великих, которых только знали по каким-то рассказам, по печатным газетным статьям, вот, как правило, они были в превосходной степени. И какие-то люди, это, в общем-то, обыкновенные люди, и они не чужды были какие-то слабости человеческие. Многие из них здесь почувствовали себе наше гостеприимство. Горячие люди Канадки, горячие. Вот. Ну, в общем-то, очень хорошие. Вне льда это прекрасные люди. Я вот сколько раз к ним подходил, тоже думаю, первый раз с опаской, но таких людей, это замечательные люди. Мы жили в гостинице Интурист, которая по тем временам считалась очень престижной в России. Там жили в основном иностранные туристы. Но я бы сказал, что этот отель Интурист можно было сравнить с второстепенными или третистепенными отелями в Канаде. Это, конечно, было не то, к чему привыкли наши игроки, но не так плохо. Гостиница была основана в 70-м году. Это было современное здание, очень престижное было. Сюда приезжали гости с особым вниманием. Это туристическая гостиница только для иностранных туристов была. Ну, это был, как говорили мы, оплот нашего туризма. мне было не совсем легко привыкнуть к особенностям русского отеля, потому что нечасто у меня забирают ключи на этаже, а потом, когда приходишь, тебе их снова отдают. Это было необычно. А больше всего меня удивляли горничные, которые прибирались у нас в комнатах. И они были очень необычны, они просто входили, входили в любое время. Начинали чистить туалеты и мы смотрели на них. Что за фигня? Они не обращали нас никакого внимания. Просто входили, могли мы там быть голыми или разговаривать друг с другом, им было плевать. У меня в голове не укладывается. Спецотдел был, спецотдел МУРа. Они как раз и работали. Работали с фортовщиками, с проститутками. Фортовщики были у нас тоже. Но правда я так честно сказать, я их не знала, потому что мне просто говорили, вот пошел фортовщик пошел. Я конечно честно говорю, я их не знала. Проституток в лицо знала я. Некоторые. Ну видела, что вот они, как говорится, это вот она идет. Я думаю, эти телефонные звонки по ночам в наши номера были чистой случайностью. Потому что телефонная система в этом отеле была плохая и потом путаница между языками английским и русским. Все это приводило к таким странным недоразумениям, как эти телефонные звонки. Но вот думаю, история насчет стейков была правдой, потому что мы знали, какие у нас были стейки, и когда мы увидели это на наших тарелках, мы сказали, что происходит. По поручению Кирилла Владимировича Раменского, когда приехали канадцы, они привезли с собой воду, еще что-то, и стейки. Стейк каждый весом 440 грамм был завернут в целопановый пакетчик. Все это было сложено аккуратно в металлический сундук. Вот мне дали машину, дали пару ребят и поручили отвезти вентурист на улице Горького. Я отвез, с большим трудом пробился к шефу. И объяснил шефу, что эти стейки ни в коем случае не резать. Каждый подавать полностью. Не зажаривать до сухости, потому что они любят есть выражение такое англэс, значит немножко с кровью. Но я не даду. Сначала у меня не брали. Как мы будем отчитывать? А вам не придется отчитывать? Ну мы же должны их о приходах? Нет, не должны. Никаких документов, никаких расписок, ничего не надо. Когда они увидели, что вместо 600-граммового стейка, там 200-грамм или 150-грамм, у нас не принято было такие огромные кушки, мясо как это может человек 600-грамм, не укладывалось даже в повар, но может быть и в силу того, что он хотел что-то себе оставить, не знаю, но он подал по 200-грамм, в общем, они возмутились, побежали его бить на кухне, там с трудом удалось погасить. Я единственное, чего не учел, что эти повара дежурят по сменам, что я проинструктировал дежурищего сегодня, а на завтра выйдет другой шеф, который моих инструкций не получал. И он посмотрел на эти стейки и решил, что не может быть, что столько одному человеку и разрезал. Поэтому буквально через пару дней в канадских газетах было написано, что русские украли у наших парней мясо. К счастью, моя жена запаслась продуктами еще дома. Она взяла с собой целый чемодан полный продуктов. И к нам приходили наши игроки, стучали в двери и просили что-нибудь поесть. И мы давали им. У нас было масло, у нас были консервы, у нас была рыба. Мы спасли много людей от голодной смерти. Поэтому, несмотря на все происки русских, у нас, в общем, все было. Надо сказать, что я не придавал слишком такого большого значения всей этой проблеме. Не придавал такого значения, как мы постарались, чтобы она выглядела для наших игроков. Да, мы использовали эту ситуацию. Использовали для того, чтобы стимулировать их. Никаких сомнений в этом нет. Да, у нас исчезло пиво, у нас исчезли стейки в отеле. Понятно, были какие-то проблемы, автобусы всегда задерживались. Мы привезли с собой много стейков, и через два дня их почему-то не оказалось. Мы спрашиваем, где наши стейки? Они говорят, не знаю. У нас было пиво на целую неделю, через два дня его не осталось. Мы говорим, где оно? Нет пива. Его просто вынесли через заднюю дверь, и все. Ну, я понимал, что это никакой не КГБ, никакая не пропаганда, не коммунизм. Просто работники отеля взяли себе это и решили продать где-нибудь на черном рынке, потому что у них маленькие зарплаты. Но игрокам мы сказали, что это КГБ все сделало, что это коммунисты. Нам надо было сделать так, чтобы игроки воспринимали это как идеологическую борьбу. И что это демократия против тирании. Да, нам действительно звонили по ночам в номера. Несколько раз звонок раздавался и в моей комнате. Но должен сказать, что у меня все в порядке со сном, я просто поднимал трубку, говорил, алле, и потом клал ее обратно. Но думаю, другие ребята нервничали. Уэйн Кашмин снял зеркало со стены в своем номере, потому что ему казалось, что там микрофоны и пытался пристроить его в другие номера. Мы вели себя как параноики. После тренировки мы выходили и садились в автобус и там вокруг очень много детей, было 30 или 40. Мы выходили, видели всех этих детей, им хотелось на нас посмотреть, мы раздавали им шоколадки, но тут появлялись полицейские и отнимали все это у них. В нашем номере посреди комнаты лежал ковер. Мы отодвинули его и увидели там металлическую коробку с пятью болтами. Кашмин открутил их отверткой, там оказалась еще одна коробочка, четыре болта. Мы открутили их и тут услышали страшный крохот. Заглянули в дырочку, выяснилось, что мы открутили люстру в бальном зале. И нам это дело стоило 3800 долларов. Я все-таки склонен считать, что это присутствие было. Не скажу, что КГБ, но все-таки что-то там такое было. Было, было присутствие. Понимаете, все-таки всегда ощущалось какое-то напряжение в воздухе, какое-то внимание к нам не совсем адекватное, не просто как к хоккеистам. дело было не только в спорте. Особенно когда произошел этот инцидент у Порезье с рефери. Вдруг на стадион вошло очень много милиционеров, около 700. И это были настоящие солдаты. Они окружили каток, они встали возле самых бортиков. Знаете, там не так, как в Канаде, там гораздо больше пространства между сиденьями и бортиком. И вот они заняли все это место, 700 человек в серых шинелях. И это было впечатляюще, немножко страшно. Я помню, что я испытал не очень приятные чувства в этот момент. До этого это было такое тихое присутствие. К концу серии было довольно шумно. Я думаю, что их болельщики уже начали соревноваться с нашими в смысле шума, в смысле криков, поддержки и так далее. Кроме, конечно, свиста, потому что, я так понимаю, русские свистят на трибунах, когда они недовольны тем, что происходит. Приехали туристы, болельщики из Канады. Но это были не девочки и мальчики. Это была красивая очень публика. И вот они болели. Как они болели. Вы знаете, они кричали, они вставали, они выкрикивали фамилии. Для нас это было удивительно. Полные мишки стояли, битком забитые с пожеланиями. Разные надписи с пожеланиями своим хоккеистом канадским. Победы там, пожелания разные были. Вот эту шайбу бросал Фарезе. Она попала, по-видимому, рикошетом в крюшку или в штангу и отскочила ко мне в регуляторную. Она находится вон на той стороне желтой, сейчас закрытой, за навесочкой. Я ее поймал. Полезай, приезжай, я тебе ее верну. Для нас был очень важен тот факт, что нас поддерживала такая большая группа канадских болельщиков. Эти три, три с половиной тысячи человек были настолько шумны, что мы чувствовали себя буквально как дома. Я не думаю, что москвичи были знакомы с таким способом выражения своих эмоций на трибунах. Они вели себя совершенно по-другому. Они не шумели, не кричали, не хлопали. Их фанаты были гораздо более дисциплинированными. Они так вот на трибунах сидели от России пыжиковые шапки. Это не валенчики были, это чиновники, чтобы попасть на хоккей, как в Америке. попасть, сидеть там, показать, что у них чеши такие, что в галстучках интеллигенцию. Что он был на хоккей, что билет достал. Из полюбюро у нас только были, вы если это имеете. Все были. Кто там был, особенно Брежнев, я его ходил, охранял Брежнева. Брежнева. Он не вылазил оттуда. Вот идет, тихонько привезут его с машины, так высадят, проведем его, посадят туда, и вот он сидит. И пока не отправляем, и я никуда. Любопытно, что несмотря на многочисленные свидетельства людей, видевших Брежнева на трибуне Лужников во время матча 1972 года, нам так и не удалось отыскать ни одного кадра хроники с генеральным секретарем, болеющим в Лужниках. Истинный болел человек остался за стадионом или болел на экранах телевизора. Это, конечно, во многом психологически влияло на результат команды. Это были не самые счастливые лица на свете. Может быть, потому, что ситуация в стране была такая непростая. Поэтому контраст между двумя группами болельщиков был потрясающий. И я всегда думал, мне было интересно, каким образом подбирались советские болельщики. То есть, было ли это случайно избранные 17 тысяч людей, или им специально раздали билеты, или это были настоящие поклонники хоккея, которые до этого приходили на матчи ЦСКА или московского Динамо. Я не знал этого. Но эти две группы болельщиков были очень различными. И я уверен, что советские болельщики никогда не видели ничего такого, как канадцы. А это раньше потому что не разрешали кричать-то. Сейчас болельщики у нас болеют на футболах. Если начинают кричать громко или обзывать, то вбегает ОМОН и начинает их бить. Правильно? Правильно. Если бы нам разрешали болеть в то время, мы бы тоже так же болели. Вот когда ночами передавали вот это нам рассказывал Сергей Павлович Павлов, который был тогда председателем спорткомитета. Вы понимаете, это удивительно. Мне дали вообще вот эту статистику. Значит, все осмотрели, вся страна. Я только помню вот то впечатление, те переживания, которые испытывали советские люди в то время от этих матчей по телевидению. Тогда это, по-моему, впервые даже была прямая трансляция. И поскольку это где-то 9 часов, 8 часов праздника, люди или рано утром их смотрели, или что-то ночью. Но, наверное, не было ни одного человека, который бы не наблюдал за этими матчами и не испытывал того восторга, который они приносили людям. Но как бы не пестовали канадских хоккеистов наши компетентные органы, как бы не ограждали их от окружающей действительности, они все же видели, как и чем живут советские люди. Я думаю, больше всего меня удивило то, как одевались советские люди. Но это был совершенно другой режим, другая страна. И я думаю, что то, что я там увидел, заставило меня по-другому оценить то, что я воспринимал всегда как обычные вещи в своей стране. Я восхищаюсь русскими людьми. Я думаю, что они очень трудолюбивы. Это очень гордый народ. И для меня это было очень глубокое и сильное впечатление, не только в смысле хоккея. Меня многое удивляло в этой стране. Я часто даже думал, а зачем они вообще такие вещи делают? Например, все это обилие очередей. Везде были очереди. Например, прямо перед отелем. Для того, чтобы войти в отель, надо было пройти через три двери. Я не понимал, зачем это. Сначала входишь в одну, потом проходишь шесть метров налево, проходишь вторую дверь, шесть метров направо, опять дверь. И везде, везде очереди. Абсолютно. Приходишь в ГУМ, там люди стоят в очередях. Было такое ощущение, что буквально все стояли в очередях. Мы несколько раз побывали на Красной площади, смотрели разные другие места, были в опере, где я уснул благополучно. Знаете, ничего там не понимал. Я не очень-то оперный человек. Мы побывали во многих интересных местах. В цирке и в Большом театре. Мы смотрели там балет Анна Каренина. и я был там со Стэном Микитой, поскольку я был комментатором с канадской стороны. И в конце этого представления Стэн Микита захихикал и сказал, странные эти балерины, почему они всегда ходят на цыпочках? Надо бы им найти повыше балерин. На Красной площади было очень интересно. Мы приехали туда, смотрели Кремль. Там архитектура просто великолепная. Но там были вот эти солдаты, которые стояли в шеренгой с автоматами и не позволяли нам пересечь улицу. Я не понимал, почему можно быть на этой стороне и нельзя быть на той стороне. Но я думаю, наверное, будучи на той стороне, мы бы оказались слишком близко к Кремлю. и это вроде как Белый дом. Только перед Белым домом они ставят забор, а здесь ставят солдат с автоматами. И это было немного странно для нас. В тот год Фишер выиграл у Спасского в шахматы. Я очень люблю шахматы, и в моей семье все играют в них. поэтому я решил купить в Москве шахматы. Я пошел на улицу, отыскал очень большой магазин, и там продавалось очень много самых разнообразных шахмат, деревянных, очень красиво вырезанных. И со мной был друг Ник Пёркович, с которым я провел свое детство, и мы были очень хорошие друзья. И мы пришли с ним вдвоем в этот магазин. мы подошли к продавщице, и я сказал, что я хочу купить пару шахматных наборов. Она посмотрела на нас, промолчала, и потом просто ушла. И тогда я сказал, ну, видимо, они не собираются продавать нам шахматы. И Ник сказал, нет, подожди-ка. И странно, конечно, но она потом вернулась, и Ник начал с ней разговаривать, и мы проболтали где-то полчаса. Причем не о шахматах, а обо всем. Так, о жизни. Мы немножко понимали по-русски, потому что у нас у обоих родителей были хорватских корней, и разговор был очень интересный, и после этого разговора мы могли получить любую шахматную доску в этом магазине. и вот так я понял русский народ. С ними надо разговаривать, и они становятся очень дружелюбны. Да, у нас была очень насыщенная программа. К счастью, у нас все было расписано и продумано, и помимо игр была масса очень интересных мероприятий. Мы ездили в московский цирк, я и раньше там бывал, потом мы были в Большом театре, потом мы были в цирке, и потом опять вернулись в цирк, потому что всем очень понравилось. Программа была очень интересной, и мы ездили к монументу Юрию Гагарину. В общем, все туристы были в восторге, все эти три с половиной тысячи болельщиков. Все были довольны. С тех пор я встретил, наверное, тысяч семьдесят человек, которые говорили, что они среди тех трех с половиной тысяч. После этой серии семьдесят второго года у меня было еще несколько поездок в Россию, и я с удовольствием встречался с теми советскими игроками, против которых я играл тогда, и должен сказать, что это великолепные люди, у них отличные семьи, это отличные мужья и отцы, очень надежные люди. У меня была даже возможность съездить в Сибирь, я побывал в Новокузнецке, где встретил очень простых и скромных людей, настоящих тружеников, и я счастлив от того, что им удалось сбросить с себя иго коммунизма, и теперь они могут трудиться на благо себя и на благо своей страны. И там очень много разных красивых мест, которые можно посмотреть. В этой стране прекрасные музеи. Я испытываю огромное уважение по отношению к этим людям и по отношению к этой истории. У этих людей была ужасная и тяжелая история. Они прошли через очень тяжелые испытания. И то, как они вынесли их, доказывает, что у них настоящие чистые сердца. Все, матч окончен. Благодарим вас за внимание, уважаемые зрители. Желаем вам всего самого доброго. До свидания. До новых встреч. Студия Вертов и компания представляют участников фильма, чьи имена навечно вписаны в историю мирового хоккея. Александра Якушева и Фила Эспозита, Бориса Михайлова и Ивана Курнайе, Владимира Петрова и Франка Махоулича, Валерия Васильева и Сержа Савара, Александра Мальцева, Ирона Элиса, Виктора Кузькина и Евгения Зимина, Александра Рагулина и Геннадия Цыганкова, Евгения Межакова и Александра Гусева. Именно они в сентябре 1972 года скрестили клюшки в легендарной суперсерии сборных СССР и канадских профессионалов. А также непосредственных участников подготовки и проведения серии Олега Белоковского и Алана Иглсона, Анатолия Сеглина и Теда Блэкмана, Владимира Писаревского и Брюса Долбигина, Кирилла Ватса и Брайана Канахера, Виктора Охоточкина и Александра Брусованского, Леонида Трахтенберга и Михаила Савина, Елену Боброву и Нину Шаборкину, Леонида Кравченко и Александра Ильиных и преданных советских болельщиков, тех, кто вместе с десятками миллионов любителей хоккея следил за матчами Михаила Горбачева и Александра Яковлева, Георгия Арбатова и Андрея Брежнева, Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и Александра Селиванова, Алексея Уланова и Льва Лещенко, Александру Пахмутову и Николая Добронравова, а также автора «Золотого гола» Пола Хендерсона в Канаде. Меня зовут Пол Хендерсон. После поражения в первой игре в Москве мы поняли, что отступать нам больше некуда. Мы чувствовали, что надо выигрывать все остальные игры. Я говорил ребятам в раздевалке, мы выиграем сначала седьмую, потом восьмую игру и мы выиграем всю серию. И легендарного вратаря Владислава Третьяка в России. Вся страна ждала от нас победы. И мы понимали, что в Москве из четырех матчей нам надо выиграть только две. И мы были готовы к этому. Они встретились вновь, чтобы 30 лет спустя поминутно восстановить события хоккейного противостояния, которое для всего мира стало больше, чем хоккей. После двухнедельной паузы мир опять замер в ожидании развязки борьбы двух хоккейных супердержав СССР и Канады. И вот 20 сентября 1972 года сборная Канады приземлилась в международном аэропорту Шереметьево. Чего вы ждете от этой поездки помимо хоккея? Ну, я прежде всего хочу съездить в Ленинград и надеюсь, что в Москве я увижу много интересных мест. Мне очень интересно здесь. А как по-вашему будут складываться игры? Я рассчитываю на то, что мы два раза победим, один раз победят русские и будет одна ничья. Вы ждете игр? Да, с большим нетерпением. Мы очень серьезно готовились. Можете предсказать результат? Ну, я буду счастлив, если выиграем первую игру. Ну, и остальные тоже. Как по-вашему будут складываться игры? Я не знаю, но надеюсь на лучшее. Что, боитесь русских? Да нет. Мы будем стараться играть на победу. А вы чего-нибудь ждете помимо хоккея? Что вас интересует здесь? Ну, я очень интересуюсь балетом и в цирк с удовольствием съезжу. Надеюсь, что политика не помешает нам хорошо провести время. Когда русские игроки ехали в Канаду, они, в общем, имели представление о том, с чем им предстоит столкнуться. Они знали стиль игры канадских хоккеистов, знали наши хоккейные коробки. А вот когда канадцы ехали в Россию, они ехали в абсолютно неизвестное пространство. Они не привыкли играть в сентябре. Они не знали, как играть на большом льду. Поэтому я думаю, что русским было легче приспособиться к нам, чем канадцам к русским. Чем отличается развитой капитализм от развитого социализма, канадцы узнали с первых же минут пребывания на советской земле. Мы столкнулись там с массой неприятностей. Это было очень неприятно. Они заставили нас ждать в аэропорту часа два. Они не могли найти наш багаж и мы понимали, что все это лишь отговорки. Там были еще какие-то неприятности с заполнением таможенных деклараций. Мы привезли с собой 350 банок пива, 350 банок Кока-Кола, 350 стейков и 350 пакетов молока, насколько я помню. И все это было уменьшено ровно наполовину. Кто забрал вторую половину? Многие говорили, что это попало в канадское посольство. Может быть. Но мне кажется, что люди из канадского посольства легко могли достать эти стейки сами. У нас были дурные предчувствия. Да. Мы ведь ехали за железный занавес, и наши жены должны были приехать к нам. Мы беспокоились об их безопасности. И проблема с едой, которая произошла там, вы знаете, она тоже не очень-то обрадовала нас, потому что мы приехали туда, и эти проблемы в аэропорту, и железный занавес. Москва была единственным городом в СССР, достойным проведения матчей такого уровня. Большой театр, цирк, Третьяковка. Канадцы не переставали восхищаться ими. Хочу сказать, что артисты, мне многие говорят, даже не один актер, такие спектакли, которые были на площадке сыграть не могли. Потому что это было жизненно, это была жизнь, которая кипела, менялась не по сценарии, а вот то, что происходило на площадке. Можно было, о каждом матче можно снимать было фильм. После удачного для советских хоккеистов результата игр в Канаде, в Москве от команды Боброва и Кулагина теперь все ждали только побед. Спортивная арена лужников была набита до отказа. 9 тысяч молчаливых, неизвестно, кем избранных советских болельщиков в серых костюмах и галстуках против трехтысячной шумной и пестрой толпы канадских фанатов, вооруженных рожками, свистками и барабанами. В ложе для почетных гостей сидели руководители Коммунистической партии и правительство Советского Союза. Для нас это было несколько необычно такая торжественная атмосфера и игроки чувствовали себя смущенными и тогда произошел смешной случай с Эспозитой. Мы выезжали и представлялись поодиночке а дети раздавали нам такие небольшие цветы и очевидно один из лепестков упал на лед и когда меня объявили Фил Эспозито я выехал наступил на один из лепестков и подскользнулся я упал прямо на задницу и ноги задрались вверх мне было действительно неловко и тут подъехал парк и сказал давай помогу тебе я сказал да нет все нормально все в порядке и вот когда я поднимался я встретился глазами с Брежневым помните этого человека с такими густыми бровями он мог зачесать их прямо себе на лоб и вот я встретился с ним глазами наше поколение и до нас те люди которые начинали играть и традиции которых мы продолжали мы в общем-то играли не за деньги мы играли за веру за Родину играли за народ играли за КОНЕЦ 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 Сразу сменять противника, запугать его там, забить, снести его. Он не ширяет, и я сразу останавливаюсь, сброшу перчатки и на него. Хватаю его сразу, он хотел за майку этот. Сзади меня Бергман за шею. Этот лайк там подъезжает под опорную ногу, чтобы я раз, и падаю вот как сидя, вот так вот. Но успел там ему два раза ударить. Потом лайк мне клюшкой берет мне в лицо раз все. Это разнимают нас, я потом это, ну эти не пускают, я говорю, ну это, иди один-один там с тобой. Да, ну нет. Ну еще нас потом две минуты и пять минут за драку, еще по семь минут там обоим. Вот у меня тоже, иди потом один-один-то вот так показывал, на лавочке-то. Когда приехали потом в 87-м году-то, он говорит, что ты, ну ты меня бы отмотил бы, я говорю, что ты. Неожиданно для всех русские изменили своей манере и заиграли в несвойственном для себя стиле, увлекаясь индивидуальной игрой, перестав играть в пас. Сборная СССР отдала инициативу канадцам, тогда как кленовые листья старались играть в комбинационный хоккей. Они были более такие, во-первых, мощные, у них, во-первых, площадки меньше. У них вот действует там в один-вот одного, ну забивает все голы, только с пятаками. Мы играли очень слаженно. Эспозита, я, пожалуй, только один-два человека не вписывались в общий ансамбль. Мы понимали, что нас ждет, что канадцы та же команда, что тот же хоккей будет, что все будет сложно. Но мы уже каждый себе дал слабинку. Ага, в Канаде мы выиграли на маленькой площадке, здесь, при своей публике. При большой площадке, где мы, при грубости и при незисциплинированности канадцев, наверняка их будет удалять, и мы обязательно выиграем. И потом Боби Кларк подхватил шайбу, и ему удалось сделать великолепный пас. Он прямо выложил шайбу мне на клюшку через практически всю площадку. И мне удалось убежать от русских защитников. Я выкатился прямо на третяка и забросил ему между ног. И потом мы продолжали доминировать, мы продолжали давить довольно серьезно. Все было хорошо, все складывалось очень хорошо для нас. И все же в третьем периоде встречи удача изменила канадцам. Инициатива полностью перешла к нашим ребятам. Когда они начали играть в большинстве, они были просто великолепны. Они накатывались и накатывались. Мы пытались, конечно, за счет физики противостоять им, но от этого было больше удалений. Поэтому мы проиграли эту игру. Счет суперсерии продолжал расти к пользу сборной СССР. Казалось, ее исход предрешен. Нашим достаточно было выиграть всего один матч. Когда они проиграли первую игру, мы подумали, ну что ж, пора им покупать себе билеты на самолет. И тут появились еще эти газеты с заголовками, типа, если бы у нас играл Бобби Ор, если бы у нас играл Бобби Хал. Знаете, любой человек, который смотрел эту игру в Канаде, любой понимал, что у нас надежды практически не осталось. Если вы сейчас найдете человека, который скажет вам, что он знал после этой первой игры, что мы выиграем всю серию, можете точно сказать, что это лжец. Я сидел в раздевалке и не помню кому, сказал кому-то, мы больше не проиграем ни одной игры. Мы выиграем следующие три. Мы первый матч вытащили, вы, так сказать, смотрели на реприлку, увидели, проигрывали и вытащили этот матч. И, видимо, для нас он дался очень большой крови. Мы не смогли, так сказать, и физически, и функционально восстановиться, психологически, и тяжело пошло дальше. После первого поражения в Москве в лагере канадцев разразился скандал. Несколько игроков покинуло команду и вылетело в Канаду. Они начали жаловаться, говорить, мы не будем играть, нам это не нравится. И нам, конечно, это не помогло, надо сказать. Ну, что делать, каждый решает сам за себя. Ну, что делать, мы им сказали, хорошо, не хотите играть, уезжайте. И они уехали. Сказали, гудбай, и уехали. Ну, и потом, в общем, выяснилось, что это ни к чему плохому не привело. Все оказалось в порядке. И это были большие звезды, между прочим. Они взяли и сказали, мы уезжаем. Так что уж говорить, что мы в Канаде испытывали такое неприятное ощущение. Даже парни в Москве не верили в нашу победу. Они бросили команду. Просто собрали вещи и уехали. Узнать об этом, разумеется, было очень-очень неприятно. Мы надеялись, что каждый из них будет вкладывать максимум усилий в общую канадскую победу. И такие звезды, как Жел Бэр, взяли и отказались играть. Сказали, не буду, уеду домой, и все. И уехали. Но, как это ни странно, поведение этих игроков положительно повлияло на спортивный дух в остальной команде. Игроки объединились. Они восприняли это заявление так, как надо, и стали играть лучше. А с другой стороны, такая звезда, как Стэн Микита, который в Энхайл занимал высочайшие места и был известен как суперзвезда, согласился поехать в Москву только для того, чтобы принимать участие в тренировочных играх. Он прекрасно знал, что он не выйдет на лед в настоящей игре. Он должен был только принимать участие в тренировках и имитировать стиль русских хоккеистов, для того, чтобы остальные игроки могли оттачивать свое мастерство. И он должен был играть и имитировать только русских защитников. И он приехал только ради этого. Понимаете? То есть это же надо иметь какое-то такое огромное мужество, чтобы отправиться только за этим. В Москве, когда мы уже выиграли первый матч, из трех матчей нам надо было один уже. Поэтому каждый матч, который мы проиграли, это был не сигнал. Все решили. Надо бы все решили в последний матч. Во второй игре тренер канадцев Гарри Синден, несмотря на критику в адрес вратаря Драйдена, все-таки поставил того в воротах и не ошибся. Он играл уверенно и отражал броски с близкого расстояния. Но в начале второго периода советские хоккеисты все же вышли вперед. В итоге русские совершили ту же. ошибку, которую совершили мы в начале серии. Они перестали уважать нас. Они сказали, никаких проблем. Мы легко выиграем и остальные три игры. Не может быть, чтобы канадцы выиграли три игры подряд. Это невероятно. Мы играем хорошо. Мы уже их били. Мы разобьем их снова. Будет легко. Мы будем играть в нашу игру. И канадцам просто некуда будет деться. Все дело было в спортивной решимости. В нашей решимости побеждать. Я помню, как я говорил самому себе и парням, что мы будем выигрывать сегодня. И выиграем завтра. И выиграем следующую игру. Одну за одной. И все будет в порядке. Главное, быть уверенным в себе. Я всегда, в общем, был довольно уверенным в себе человеком. И в этот раз мне это тоже помогло. Это была настоящая битва. Мы начали забивать одну за одной. Мне повезло, я забил третью шайбу. Мы уже вели со счетом 3-1. И в итоге выиграли эту игру со счетом 3-2. Пол Хендерсон до этих игр даже не был звездой в Канаде. А в России ему удалось стать настоящим великим игроком. И все это только потому, что он умел играть на большом льду. И умел очень быстро кататься. Тренеры это поняли. И поэтому здесь мы можем говорить им настоящие комплименты. Когда Хендерсон был травмирован в этой игре, для нас это стало большой проблемой. Потому что из-за его скорости русские игроки просто не могли ничего с ним поделать. Травму получали многие. И Зимин, я помню, получил травму. И Мальцев получал травму. Но Валерия Харламова действительно нехороший случай. Валера был по этой серии одним из лучших игроков. Поэтому они умышлены. Просто кому-то давали задание, чтобы убрать Харламова. О Бобе Кларке надо сказать, что в НХЛ он всегда был очень недисциплинированным игроком. И здесь он не изменил характер. Только Валера входил в обводку. Сзади уже шла клюшка по голеностопам, коленям, по локтям. Клюшка. Значит, судьи не реагировали на эти все действия. И Валера не выделил. Хотя он очень выдержанный человек. Сдержанный. Может терпеть любую боль. Единственное средство у него оставалось только нанести такую травму, которая не дала бы возможности ему продолжить выступать в этой серии. Чуть позже Бобе Кларк решил эту проблему. Так, как топором Валерку хорла. На тормаха была впереди, а заднего начали заподнимать. Там ему голеностоп по лодыжке. И он пробивает его. Конер, и Валера, и большая гематопа. Я отлично все это помню, потому что я разговаривал с Бобе Кларком вот так же, как с вами сейчас. И я сказал ему Бобе, судя по всему, Харламов серьезно травмирован из-за твоего удара. И вряд ли он будет играть в седьмой игре и даже в восьмой. И он сказал, да ты что. Я вообще удивлен, что этот парень может ходить после такого удара. По моему сведению, что тренер команды Канады просто сказал Бобе Кларк, чтобы он выбил. Не Бобе Кларк сам, а якобы он выполнял наставление тренера. У меня в голове не укладывается, чтобы тренер дал, я сказал, специально вывезти его. Просто не укладывается. Ну просто в тот момент, видимо, Кларку было не справиться с Харламовым, и он решил это все сделать. Половина жителей нашей страны считали это самым грязным приемом, самой грязной вещью, которая может случиться в хоккее. Но другая половина канадцев говорила, что нормально, если их нельзя остановить честно, то мы будем останавливать их вот таким образом. Это был такой момент, когда наша страна разделилась философски, психологически. После восьмой игры, в которой Харламов все-таки играл, он оказался настоящим джентльменом. В конце игры, когда канадцы уже выиграли после гола Хендерсона, Харламов подошел к Бобе Кларку. И когда все обменивались клюшками, Харламов выбрал именно Бобе Кларка, чтобы поменяться с ним своей клюшки. Он отдал ему свою клюшку и взял его клюшку. И я потом пришел в раздевалку и увидел, как Бобе стоит с клюшкой Харламова, а я брал у него интервью. И вот он взял и кинул эту клюшку в мою сторону и сказал, ну на, возьми, она нужна тебе? И я сказал, это же Харламова клюшка, она будет в свое время находиться в зале славы. Разве ты не хочешь оставить ее у себя? А он сказал, мы же разбили ублюдков, не так ли? Вот такой был Бобе Кларк. Казалось, канадцы контролировали матч, но в какой-то момент их игра разладилась. Они опять стали грубить, в результате чего последовали удаления. В общей сложности родоначальники хоккея получили 29 минут штрафного времени, в то время как наша команда заработала всего 4 минуты штрафа. События стали развиваться слишком быстро. И в общем мы чувствовали себя несколько расстроенными. Ну и арбитры сыграли свою роль, конечно. Хотя должен сказать, что на этот раз арбитры судили вполне объективно для обеих команд. Стоим на обрасывании, значит, один мне промеж ног, так раз. Я стоял, стоял, взял у него крючок и раз руками, сломал. А он стоит, я говорю, broken. Он так стоит, ой, пошел по меня. И опять мне туда, я второй раз ему раз и крючок сломал. Он так смотри, идиот. И вот в конце второго периода Якушев забрасывает шайбу. Как Тарасов говорил в свое время, лучше два синяка у тебя на лице, лучше забить одну шайбу. Фил Эспозита получает пятиминутное удаление за удар Рагулина клюшкой. А Рагулин просто посмотрел на него, и на лице у него было такое выражение, как будто, зачем ты это сделал, чему это все? И мы тоже, правда, задумались, зачем он его ударил. Мы учились прямо во время игры. Я на льду стою, фил выкатывается, агрессивный фил, схватились с ним, но он случайно заехал мне концом клюшки под глаз, я ему концом локтя под нос, постояли, посверкали отчаянно яростью. Я бы мог его, конечно, дальше устроить, небольшую избучку, но я был в то время капитаном и думал, прежде всего, о команде. Он получил пять минут за несение травмы, хотя у него тоже была травма, наверное, нелегкая. Мать закончилась, мы пожали друг другу руки, улыбнулись, похлопались, по физиономии и остались. Друзья. В какой-то момент показалось, что русские забросили шайбу, однако по какой-то причине красный сигнал за воротами так и не зажегся. Она в девятку выскочила, я на пятаке стою, потом все это видели, а судья наш не видел, латыш. Ну и что толку? В третий период канадцы провели блестяще. Они выстояли и добились победы со счетом 3-2. Но все же мало кто верил, что кленовые листья способны на большее. Это был для нас момент истины. Если бы мы теряли эту игру, если бы мы ее проиграли, мы бы были покойники. Мы имели права у себя на родине, если бы мы там обыграли их, здесь проиграть мы, клянусь. Это был большой-большой стресс нашим болезненным. Когда Канада выиграла шестую игру, у нас было такое ощущение, ну ладно, это нам на память. Пусть счет будет 1-1, пусть это будет приятное воспоминание для нас, но все остальное мы скорее всего проиграем. Я считаю, что самым важным элементом нашей игры в этот момент явилась та высокая степень эмоциональности, на которую мы смогли подняться, поскольку за нами стояла целая страна. Не знаю, очень трудно это объяснить. Если и была какая-нибудь разница между командой Канады и командой России, то это была та эмоция, на которую мы смогли подняться, а они не сумели. Теперь все изменилось. Поменялось так, что мы теперь у себя дома думали, что... Мы не думали, как, что это легкая прогулка, мы просто думали, что тут мы точно выиграем. И 100% всегда был уверен, что серия мы выиграем. И мы немножко где-то внутри расслабились. Где-то был вот этот червячок нехороший, он тащил нас. В Канаде мы сыграли здесь. Канады, наоборот, они приехали сюда с извинением, они с желанием доказать, кто они есть, доказать своему народу, самому себе, что да, мы канадцы, мы так просто не знадимся. Поэтому они собрались и так проводили каждый матч. У нас уже не было этого чувства самоуверенности. Я думаю, у нас было просто такое чувство, что мы обязаны победить. Вот и все. А русские в этот момент несколько расслабились, потому что они думали, мы уже не проиграем, им нужна была всего лишь ничья в следующих играх. И все. А мы, нам надо было только побеждать, и все. И мы сказали, хорошо, выиграли одну игру, выиграем остальные. Так или иначе. Канадские болельщики вели себя на стадионе более шумно, чем во время предыдущей игры. Они постоянно скандировали «Да, да, Канада, нет, нет, Совет». Наши болельщики в противовес им вели себя по партийному сдержанно. В самом начале первого периода седьмого матча счет открыли канадцы. Наши защитники вновь не справились с гигантом Эспозита. И он так, не глядя, лопата такая была, клюшка, шик ее, и все. Играть с Эспозита было большим удовольствием. Очень умный игрок. И отличный оратор. Он всегда представлял нашу команду. И играть рядом с ним всегда означало чувствовать уверенность. И он был одним из лучших игроков. Советские игроки не заставили себя ждать. И ответ сопернику последовал через 10 минут. Володя Шадрин выиграет в брасл. И мы... Так получается, он прокидывает шайбу вперед, и мы выкатываемся практически 2 в 1. Он скидывает меня налево. Я вхожу в зону, чуть-чуть в зону вошел, наверное, метр 2-3, и щелкнул. И шайба попала между щитков. Эспозита, по-моему, не стоял. Фил Эспозита сравнял счет в конце периода. 2-2. Эспозита, фирм, 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 кулагин. Нет, не рады. Ждили, обосрали. Я тебе просто говорю, е**. Они не знали, кого ставить. Составом. Во второй 20-минутке атмосфера накалилась до предела. Борьба шла на каждом участке поля. И скамейка штрафников не пустовала. Я еду за шайбой, подбираю ее, значит, мне парень один, я не знаю, кто там, фамилия, я не знаю, и не буду говорить, но здоровый дяденька такой, вот, меня толкает, и, значит, бьется по плохому месту. Я разворачиваюсь, ему лепешку дал, и началась драка, мы дрались где-то две с половиной минуты, потом судей я уложил, и там ему, в общем, я начистил ему. Хорошо, подходящий, и судим досталось, разводит нас в калитку туда и туда, уходим, раздевалку помылись, оделись, я пошел в бар, думаю, стрессу надо снять, пивка, и он с супругой идет, у него две сливы хорошие такие вот, и как раз встретились, я говорю, ну что, и он говорит, это он. Канадцы Василия вообще боялись, вот, они один раз попробовали где-то его ударить, ну и тут же получили, так, по заслугам, как это положено, вот, и все, и больше они его не трогали. Он говорит, что он спозит, что-то ищет после, вот, на льду. И вот подъезжает Михаил, говорит, Тим, что ты ищешь? Он говорит, ты здесь, вот, тут Валерий Васильев, вот, мне зубы вставные выдал, дорогие, ты не видел, вот, стоящее, так вот, не причем провел против меня. Михаил, говорит, меня не уйдет, иди в Третьяку, он ничего не делает, спросил у него. Он ко мне подъезжает, он стоит, говорит, Владислав, слушай, ты вот, номер шестой Васильев, вот, знаешь, мне зубы выдал в приеме, дорогие, ты не видел челюсть, говорит, нигде не лежит. Вот Третья говорит, Фил, ты знаешь, какие зубы, вот, у меня в ловушке, тут два яйца лежат, никто, целый период никто не спрашивает. Вот такой анекдот, но этот анекдот говорит о том, что, насколько эти игры были напряженные, насколько эти игры были в силовом плане очень жестокие и напряженные, что вот до того находилось. Если в канадском сознании существовала какая-то карикатура, какой-то стереотип русского крестьянского лица, то вот Михайлов подходил под эту карикатуру идеально, и у него еще была такая, знаете, такая усмешка в углу рта. Большинство русских игроков были довольно неэмоциональны, но он всегда так слегка улыбался. Особенно улыбался, когда его били, или у него бежала кровь из носа, и у него на лице всегда было написано такое выражение. Эй, парни, мы вас победим, вы попали. Даже когда они проигрывали. Мы столкнулись, и ему не понравилось, как я принял, какое движение делал, мне не понравилось. Когда Михайлову прижали к борту и стали, ну, немножко уткать. Он на своем языке, я на своем. Такой откровенный, рабочий-корестьянский. Потом он шернул, я шернул, он ударил, я там, ногой вроде даже его. Неправильно, это же, это не футбол, это хоккей. Ну, маленькая потасовка была. В начале третьего периода сборные Канады и СССР обменялись голами. И многим тогда казалось, что игра так и закончится в ничью. 3-3. Ну, мы уже заметили, что к концу игры они стали слишком много распасовываться. И мы поняли, что нам надо, нам надо играть в более защитный хоккей. Откатиться чуть-чуть к воротам и стать более осторожными. И они начали крутиться вокруг наших ворот все больше и больше. Но мы уже знали из монреальского опыта, как надо себя вести. И после этого, и после этого у них возникли проблемы. Потому что мы знали. За две минуты до финальной сирены палочка-выручалочка Хендерсон вновь приносит победу своей команде. Счет в серии сравнялся. Все решалось в последней, восьмой игре. К этому моменту мы были уже настоящей командой. Мы знали, как играть против русских. Мы уже выиграли две хороших игры. И мы знали, что все наши тройки играют довольно солидно и на хорошем уровне. Единственная проблема, было непонятно, кто будет стоять в воротах. Но все остальное, нападение, защита у нас уже было отточено и сбалансировано. Мы были готовы. И играют до последних секунд. У нас, конечно, этого, в общем-то, даже и сейчас-то, в общем, в характере этого нет. У нас вот есть вот такое русское, где-то вот, авось там, разгильдяйство, это есть. А вот такого, ну это, наверное, воспитывается, это с детских лет, с детских лет, когда только первый раз вступил уже на коробку эту хоккейную. Завтра последний матч, и практически он будет решающим матчем, с удоносом в этой серии. Вот тогда, да, мы уже задумали, что да, мы упустили. Упустили два матча по своей вине, я считаю. Ну и, конечно, по вине канадцев, которые действительно превосходно играли. И вот эти проигрыши двумя матчами, мы дали силу и уверенность канадцев, что мы дали им шанс выиграть в этой серии. Когда они ехали туда, после первого матча вообще шансов не было. После первого матча, который мы выиграли в Москве, у канадцев шансов практически не было. Перед началом заключительного матча разразился жуткий скандал. Вечером, накануне заключительной игры, русские совершенно неожиданно для нас заменили судей. Хотя заранее было договорено, что финальную игру будет судить шведский арбитр Увид Дальверг и его чешский коллега Руда Баттер. Но внезапно Дальверг почему-то сослался на какое-то недомогание вследствие якобы пищевого отравления. И русские тут же сказали, что игру будут судить судьи из Западной Германии Джозеф Кампола и Франц Бада. А именно они ужасно отсудили шестой матч, когда нас буквально засудили. Оба эти арбитра, в особенности Кампола, были весьма некомпетентны. Они очень плохо относились к канадским хоккеистам и подсуживали русским. И благодаря им сборная СССР в шестой игре фактически все время играла в большинстве, а мы сидели на скамейке штрафников. Но мы знали, что мы все равно сделаем все возможное, чтобы выиграть эту последнюю игру и доказать, что мы лучше. Несмотря на возрастающее напряжение, эта встреча началась с традиционного обмена сувенирами. Канадцы подарили нашим ребятам ковбойские шляпы. Наши сразу пошли вперед. Кроме этого, они переигрывали канадцев даже на точке вбрасывания. И в одной из атак Як-15, так прозвали Якушева за океаном, вывел сборную СССР вперед. В конце серии я относился с огромным уважением к этим парням, которые не отступали под давлением наших игроков. Атмосфера накалилась до предела. Судьи были чрезмерно внимательны, особенно к канадцам, частенько отправляя их на скамейку штрафников. Судьи всегда есть претензии. Потому что одна команда проигрывает, другая команда выигрывает. И судьи всегда недовольны командой, которая проигрывает. Если бы там подыгрывали сборную Канаде, мы бы и не выиграли. Если бы здесь нам подыграли, мы бы и не проиграли. Вот и все. Если команда забивает, можно одну шайбу не защищать. Но три-то нельзя не защитывать. Вот и все. Об этом Бадере мы уже помнили еще по канадским играм. Поэтому, когда мы поехали в Москву и узнали, что он там будет, мы уже насторожились довольно серьезно. То, чего так боялись канадцы, а именно пристрастного отношения к себе со стороны судей, в конце концов случилось. И как оказалось, не без оснований. Один орбитр показал, что нарушения не было. А Капелло сказал, удаление. И тогда Джей Пи просто взбесился. Я подумал, что ему надо быть все-таки осторожнее. Помню, как я подъехал к арбитру и смотрел ему прямо в лицо. Мы стояли очень близко. Я ему говорил, ты обманщик, ты подсуживаешь. Тебе придется жить с этим всю жизнь. С тем, что ты нас обманул. Но после этого он как-то стал более лояльным по отношению к нам. Я думаю, Джей Пи его все-таки напугал. Когда немецкий судья возвращался домой, и он летел одним рейсом с канадцами, с этой командой через Германию, то там они ему прилично поддали. Он получил, как мы получаем во время матча. Профессии аналом, судья криминалом. Ни бокс не считает, ни злой мордовой. И с ними лет 20, кто мог потекаться, как школьник утраться с отборной шпаной. Но вот недавно их козырь главный уже не козырь. А так пустяк их оружием. Теперь не хуже. Их бьют к тому же на скоростях. После второго периода мы вели со счетом 5-3. И был момент, оставалось, наверное, секунд 30 до окончания второго периода, был момент у Юры Блинова, когда он в пустые ворота просто. Вот еще дай ему 10 возможностей таких, он из 10 10 забил. Как он не попал в пустые ворота? Драйден вдруг выкатился из сетки, и в воротах оказался я. И я отбил шайбу. Я спас команду. Отбил шайбу, а так бы они забили. Без всяких сомнений, забили бы гол. Если забросить вам эту шестую шайбу, то все, канадцы бы рухнули бы. Мы никогда в последнем периоде в таких матчах финальных, когда выходили за счетом 5-3 на последний период, 20 минут не проигрывали. Ну, сейчас трудно сказать, что я не хочу никого винить. Я думаю, виноваты все, и я, и вся команда, и тренеры. Все виноваты, что мы упустили свою победу. Мы были полностью сконцентрированы на игре. Полностью сфокусированы. Никто не говорил ни слова. Мы знали, что надо делать. Тренеры не должны были даже нам говорить ни слова. Все было понятно. Я навсегда запомню эту тишину в раздевалке. И это ощущение уверенности. Я играл в великих командах, но такое чувство я испытывал нечасто в своей жизни. Когда ты знаешь. Да, конечно, мы были озабочены, но не напуганы. Эспозита и другие в этой комнате. Все были готовы играть. Все говорили, давай, давай. Не было там никого, кто сидел бы и как-то боялся. Кстати, ну вот я-то лично несколько нервничал. Я мечтал хотя бы об одном голе. Не то, что два-три. А потом, уже во время игры, произошел этот нелепый инцидент с Иглсоном, когда они не зажгли лампу за воротами русских, когда мы забросили гол. И на самом деле, мне кажется, это изменило характер игры. Это нас здорово подстегнуло, потому что ничья уже никого не устраивала. 5-5 уже было не то, что мы хотели. И потом Пит поехал туда бороться за Иглсона. И мы были готовы драться до конца. И Фил Эспозита сказал, что мы выиграем, выиграем все. Выиграем эту игру, выиграем всю серию, все будет хорошо. И я как-то ему поверил. И помню, я ходил и говорил всем парням, что мы выиграем. Мы обязательно выиграем всю серию. И потом я еще помню, как Гарри Синден подошел к нам в раздевалке и сказал, ребята, не надо открываться, надо измениться, надо изменить отношение к игре. Надо полностью собраться. Игра была очень грязная. Много всяких вещей происходило. Мы друг друга старались подавить психологически. Мы их старались запугать, а не нас. Когда я забил этот четвертый номер, его фамилия Гуськин кажется, он меня так стукнул по шее сильно. Даже видно это на повторе. По шее меня ударил. Но шайба уже была в воротах, и тут уже не обращаешь внимания, стукал к тебе или нет. Эспозита играл просто великолепно. Он получил шайбу, двигаясь по правому флангу, и потом приблизился к воротам, открылся и ударил. Потом вернулся, шайба отскочила, он снова начал наносить удары. Он сражался возле ворот, как настоящий лев, и потом подкатился к Корнэй, непонятно откуда, и сумел добить эту отскочившую шайбу. Поэтому Фил Эспозита практически построил весь этот гол для Корнэя. Он был великий игрок в этот момент. И это был как раз тот момент, когда шайба влетела в ворота, а русские не успели зажечь свет за воротами. И Иглсон как раз возмутился вот в этот момент. Он вскочил со своего места, и начался весь вот этот неприятный инцидент по поводу этой якобы незасчитанной шайбы. Но мы-то думали, что ее засчитали. А Иглсон встал, и все началось. Илс со своего места. И милиция сразу бросилась ко мне, они ведь не знали, кто я такой. А наши канадские болельщики, они знали меня, и они начали кричать очень громко. А игроки услышали эти крики и тоже начали реагировать. В это время Маховлич подъехал к Бортику, и потом другие игроки присоединились к нему. И они начали кричать милиционерам, чтобы те отпустили меня. А те в это время меня уже тащили вдоль Бортика. И потом, когда я выскочил на лед, я заправил рубашку, и все было хорошо. Ну, а это методы у нас были, эти самые дубинки, эти что-то. Наклоняешь его, и по спине, по спине, по ногам. Вот это так. И тут Питер Маховлич перепрыгнул через Бортик. Но поскольку он был на коньках, то ему трудно было устоять в ней льда. Ему было очень неудобно, и он упал там, и милиционеры начали его толкать. Но он вскочил, а другие игроки из-за Бортика уже клюшками старались защитить Пита. Иглсон вел себя просто отвратительно. Он делал непристойные жесты в сторону русских. Позволил бы он себе в Канаде, там, замахнуться на представителя власти? Конечно нет. Конечно нет. Правильно, наручники и в каталажку. Он получил статус героя совершенно незаслуженно. Если бы КГБ не схватил его там на поле, а он бы добрался до этой лампы, и начал бы вести себя как дурак, драться бы с судьей, например, то все увидели бы, каким он был придурком на самом деле. Мы же не привыкли к этому. Взяли бы ему, навернули бы кто-нибудь, и все. А то он начал там кидаться. Я говорю, ну, просто он русских еще не знает. Они могли бы замолотить его. Это была борьба за жизнь. Или мы, или они. Никто не знает, чем могло кончиться. Потому что слишком много стоял на карте, понимаете. Они не представляли себя точно, они представляли всю профессиональную элитную лигу. На весах стоял престиж хоккея профессионального. Это и деньги, это и популярность хоккея, это судьбы людей. Я думаю, Кормерей забил свой гол за 12 с половиной минут до конца. Когда оставалось 35 или 40 секунд до конца игры, появился этот министр спортивной пропаганды с таким мрачным лицом. И сказал, что русские объявляют победу, потому что якобы они забили больше голов, чем мы и так далее. На один гол больше. Пол Хендерсон начал тогда кричать Маховличу. Пит, Пит, Пит. Хендерсон хотел выйти на лед. Ему надо было выйти на лед. Он чувствовал это. И я взял на себя всю ответственность. Я сделал что-то такое, чего не делал ни до этого, ни после. Я встал и закричал Питу Маховличу, чтобы он уступил мне место на левом крыле. Кормерей отдал пас Полу. И кто-то в это время затолкал Полу клюшку между ног. Я не помню, кто это был. Кажется, это был Ляпкин. Да, правильно, это был Ляпкин. И тогда Васильев... Я бегу за шайбой, подбираю ее и думаю, куда же мне ее выкинуть. Побыстрее. И через бортик. А Ляпкин и Васильев немного замешкались и помешали друг другу. И тогда шайба от них укатилась. А я в это время катился задом. Вот так. И вдруг увидел шайбу сзади и раз. Движением запястья бросил ее вперед. Она укатилась прямо к воротам. И в это время Хендерсон выкатывается. А Третьяк по какой-то причине позволил шайбе отскочить от себя. И не стал ее ловить. Вы знаете, я... Я редко думаю о своем отце, который умер в 68-м году. Но в тот момент... Я вообще никогда о нем не думаю. Но в тот момент, когда шайба перекатилась через линию, я подумал... Моему папе это бы понравилось. Пол Хендерсон выезжает на меня, бросает мне. Я отбиваю шайбу. И когда Хендерсон забил ее... Когда он это сделал, признаюсь вам... Я был в своей жизни ближе всего к тому, чтобы поцеловать мужчину. Прямо в губы. Я был влюблен в него. Прямо в губе. Прямо в губе. Прямо в губе. Конечно, было... Ну, страшно выходить после последней игры на улицу. Почему? Потому что все-таки ждали наши победы. Победы. Во-первых, весь стадион был заполнен. Там вмещают 14 тысяч. Все ждали выхода. Мы где-то не выходили, где-то садла из стадиона, потому что нам было стыдно перед народом. Субтитры подогнал «Симон» В ночь с 28 на 29 сентября 1972 года Москва была отдана на разграбление победителю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»